Может кто-то дальше, там сейчас сел. Есть еще здесь места. Ну да. Прокуратура поближе, вот может быть сюда, потому что... Да, ты пока раздавай вот эти вот рекомендации. Мы... Депутаты. Нет, ну здесь будет, вот здесь сейчас у нас будет основной докладчик, присаживайтесь вот сюда. От нас выступления не планируется. Ну здесь ведущий, он рядом сидит. Здесь вот садится, здесь. Здесь у меня сидит докладчик. Давай сюда его. Докладчик, вот сюда сидит. У меня, я ведущий, вот здесь. Ну приседатель в комитете, приседатель. Ну он же не комитет. С кем туда звать? Нет, ну вот он сидит, вот в президиуме, и все. Ой, и что, ведущий? А докладчик-то здесь не может съесть? Еще раз, еще раз, вот ведущий. Ну я понимаю, что будет все докладчик. Нет, вот рядом с пассажиром, и все. В чем проблема? Сейчас еще подойдет товарищи. Спасибо. 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 А от прокуратуры? А, вышел. А, вышел. А можно тогда пока вот МВД вопрос задать? У вас есть сейчас статистика по, значит, прошлому году хотя бы по применению 245? По количеству преступлений, по количеству преступлений, зарегистрированных уголовных дел, возбужденных до суда, доведенных с обвинительными заключениями. Можете? Можете нам сказать? Озвучить? Да, да, да. Ну, озвучить и передать нам в комитет. Ну, вы же здесь ведомство представляете, поэтому мы считаем, что это уже согласовано. Вы же не, значит, куда-то пришли, вы находитесь в стенах парламента. То, что здесь говорится, говорится под стенограмму. Вы нам озвучите статистику? Можно микрофон только включить? В 2018 году по линии 45-й было обучено производством 117 уголовных дел, за полгода 2019 года 51 дело. 117? Да. 117 за прошлый год, да? Да. По каким регионам? Подождите, подождите. Дайте ведомству, значит, высказаться. Это окончено, да? А зарегистрировано преступление сколько было? Ну, такими цифрами мы пока не владеем. Понятно. Так, а, значит, до суда с обвинительным заключением сколько дошло? Тоже не готова сказать вам эту цифру. Понятно. Ну, тут вопрос по каким регионам он несущественен, потому что если 117 дел, то это ничтожно мало в, значит, масштабах Российской Федерации. А вы причину в чем видите основную? Вот почему у вас не получается работать? Ведь мы, по большому счету, 245-ю сформулировали так, как ведомство просило. Прямо в этих формулировках. Проблема в чем? Проблема в правоприменении. Проблема в правоприменении. Исходя из сложившихся практик, которые, ну, дознаватели, все дела, которые у них были в производстве следствия, они были расследованы, окончены, направлены в суд. И суд, соответственным образом, и виновный привлечены к ответственности. Каких-либо оправдательных или иных, там, как бы, со стороны дознавателей судам каких-то решений не принималось. В этой связи, как бы, говорить о том, что не действует норма, мы не можем. Ну, а мы можем, потому что если у вас 117 дел, вы представляете, что это такое в масштабах страны за один год. Исходя из того, что вот я просто, значит, в день получаю от 200 до 400 обращений как председатель комитета. И в том числе на мои депутатские запросы, как правило, следует отказ просто в возбуждении дела. Поэтому их так мало и, значит, расследуется, потому что фактически правоохранители стараются просто отфутболить всех заявителей. Ну, я уж называю вещи своими именами, и не заниматься этим. Я хотел отметить, что все поступающие обращения рассматриваются в установленном порядке. Если есть наличие состава преступления, принимайте соответствующее решение. Либо его отсутствие, либо наличие. Ну, я могу сказать, вот просто, ну, может быть, вы это квалифицируете как отсутствие состава преступления. Ну, вот в городе Юризань, Челябинской области, от которого я избирался депутатом, там на автозаправочной станции расстреляли из ружья, значит, собаку. На заправке, в присутствии свидетелей, при наличии видеокамер и так далее. Значит, было подано заявление, ну, естественно, последовал отказ. Значит, как правило, они следуют. Потом я написал депутатский запрос, что вы думаете. Мне тоже пришел отказ в возбуждении. Только благодаря коллегам из прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности те сотрудники, которые, значит, дали отказ. И, значит, началось расследование этого дела. Коллеги, но поскольку мы с вами вот так вот уже, в принципе, ну, спонтанно начали, тогда я позволю себе несколько слов сказать. Но вот эта вот статистика, которую мы слышим, что 117 уголовных дел за прошлый год, это, ну, просто ни о чем. Я хочу сказать, что вот я очень хорошо помню ситуацию двухлетней давности, когда мы по просьбе МВД приняли редакцию 245-й статьи Уголовного кодекса ровно в тех формулировках, которые попросило ведомство. Я очень хорошо помню, потому что это происходило на площадке нашего комитета. Мы вместе с зоозащитниками, вместе с сотрудниками МВД обсуждали эту тему. И мы задали вопрос правоохранителям, а чего вам не хватает для эффективного применения 245-й. На тот момент она совершенно точно была нерабочей. Я это как юрист говорю, что, ну, ее невозможно было применять. Значит, нам дали формулировки. Зоозащитное сообщество с этими формулировками согласилось, потому что там такое достаточно горячее обсуждение было, и мы эти формулировки потом еще корректировали. Вот, пожалуйста. Но за прошлый год 117 уголовных дел. Значит, в масштабах страны, я бы даже сказал, что это ни о чем в масштабах одного региона, а это в масштабах 85 субъектов Российской Федерации. И я не могу принять вот сейчас заявление коллег из МВД, что все нормально. Все не просто ненормально. Катастрофическая ситуация с применением 245-й статьи. Я больше того скажу, мы ведь после этого еще и расширили трактовку жестокого обращения с животными. Откройте закон об ответственном обращении с животными. Там сейчас под жестоким обращением подразумеваются любые действия, которые могут вред животному причинить. Предельно расширена трактовка. Пожалуйста, применяйте. 117 дел. Причем вот сейчас, если за первое полугодие, там, текущего года 50, значит, динамика вообще не меняется. В том числе и после принятия федерального закона. Значит, уважаемые коллеги, я себе позволю несколько причин, которые с моей точки зрения привели, значит, к такой ситуации. Первое. Некомпетентность сотрудников на местах, значит, неумение применять нормы законодательства, незнание этих норм законодательства и, значит, просто, ну, незнание того, что и новые нормы вступают в силу у нас сегодня. И я могу это просто подтвердить, потому что у нас сейчас доходит до того, что у нас волонтеры, значит, ведут разъяснительную работу с сотрудниками органов внутренних дел о том, что нового появилось в законодательстве об ответственном обращении с животными и как эти нормы можно применять. Но это ненормальная ситуация. Такого не должно быть. И с моей точки зрения, значит, активнее нужно вести разъяснительную работу с личным составом по поводу правоприменения. Значит, вторая, на мой взгляд, причина, которая к этому приводит, просто нежелание сотрудников заниматься этой работой. Вот я вам привел пример, когда, значит, в ответ на депутатский запрос приходит отказ в возбуждении уголовного дела. А мотивация какая? А общественникам какие ответы приходят? Ну, хамские зачастую просто, значит, диалоги происходят. Значит, и говорят, слушайте, что вы к нам со своими котами лезете? У нас здесь вот велосипед у человека угнали, здесь шапку украли. Коллеги, ну мы переквалифицировали эту статью. Это теперь преступление средней степени тяжести. Это теперь, значит, не менее серьезное преступление, чем многие другие. Юрий, проходите, присаживайтесь. И за него, значит, пять лет лишения свободы можно получить. Но отказы массовые, вот этого мы принять не можем, в том числе и тональность многих этих отказов. И третий вопрос, вот коллеги, тоже давайте посоветуюся с этим. Одну секундочку, я можно чуть прерву. Значит, дорогие друзья, у нас, видите, какой образ, постоянно, государственное думе, бюро пропусков, сейчас прошли через это. Подходит еще порядка 15 человек, вот, но в целом будем начинать работу, я вижу, живой разговор уже пошел. Да, у нас тут уже дискуссия состоялась небольшая. Да, но давайте мы все-таки в рамках нашей работы, запланированной, будем начинать официально заседание нашего мероприятия. Значит, проблема, по которой мы сегодня собрались, она действительно очень актуальна по всей стране. Много, присаживайтесь, пожалуйста, тоже. Много действительно сплошь и рядом факторов, когда мы делаем, ну, предпринимаем усилия для того, чтобы защитить, ну, по сути, людей. Потому что, что такое жестокое обращение с животными? Это преступления, направленные, в общем-то, против человека. Понятно, что против животного и против человека тоже. Но есть проблемы, есть проблемы в правоприменении. Поэтому сегодня мы на круглый стол пригласили представителей наших ведомств. Это представители Министерства внутренних дел, они присутствуют. У нас здесь представители Генеральной прокуратуры. Здесь у нас представители Минсельхоза, это департамент ветеринарии. Вот, у нас представители Роспроводнадзора здесь. Ну и ряд, значит, ряд зоозащитников, руководители общественных организаций. У нас присутствует здесь руководитель нашего такого крупного, значит, ассоциации зооправа. Вот, еще подходят. Пожалуйста, присаживайтесь. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот, два места есть, присаживайтесь, пожалуйста. Вот. Поэтому я предлагаю выстроить работу следующим образом. Значит, несколько слов в качестве более подробных, чтобы объяснить проблему. Мы Юрию Корецким дадим слово, вы его все знаете, Илоне Броневицкой. А потом, я думаю, что если у вас возникнут вопросы к ведомствам, к комитету, который многое делает в этом направлении, мы в плане живой дискуссии именно продолжим вот тот, собственно, разговор, который уже потихоньку начался. Олег Александрович, я можно вот только еще один вопрос. Я хотел адресовать вопрос ведомству, буквально там пару слов договорить. Я просто спросил, сколько дел-то было за прошлый год. Оказалось, 117 по всей стране за один год. Так вот, на мой взгляд, третья причина, которая ведет вот к такой ситуации, она связана с тем, что отсутствует административная часть ответственности за жестокое обращение с животными. То есть, когда статья только уголовная, и любое, даже самое незначительное правонарушение в отношении животных, значит, должно либо квалифицироваться как уголовное, что не всегда попадает под эту статью, либо должен, значит, быть отказ в возбуждении уголовного дела, у нас из-под действия автоматически выпадает значительное количество правонарушителей, которые могли бы понести административную ответственность. А к чему это приводит? Значит, я уже сказал, когда, значит, у нас отказ за отказом МВД дает, преступники уходят из-под ответственности, это рождает ощущение вседозволенности. И у нас вся статистика и практика говорит о том, что за этим следуют более серьезные преступления и в отношении животных, и в отношении наших граждан, соответственно. Поэтому вот у меня еще предложение подумать над тем, чтобы дополнить административный кодекс соответствующим составом жестокое обращение с животными, чтобы это была и уголовная, и административная ответственность за преступления, за правонарушение меньшей тяжести. Хорошо. Юрий Корецкий, руководитель общественной организации, известный вам человек. Пожалуйста. Добрый день. Рад приветствовать вас на круглом столе. Проблема, которую мы обсуждаем, она действительно серьезная и важная, потому что даже сам этот стол, объявление о нем вызвал большой... Хорошо, да, тишина, товарищи, тишина. Вызвал большой отклик среди регионов, среди многих зоозащитников, среди разных общественных организаций, потому что проблема реально есть. И, как уже сегодня говорили, уголовные дела часто не... Пойдите, присаживайтесь, вот есть еще, тут поближе, вот сюда можно... Проходите, пожалуйста. Уголовные дела по жестокому обращению с животными часто не заводятся. И приходится прилагать огромное количество усилий... Прежде... Да, еще раз извиняюсь. Как уже обозначалось, множество случаев, когда уголовные дела не заводятся, заводятся с большим трудом, несмотря на, ну, по крайней мере, внешне, на все признаки состава преступления, и почему-то общество, граждане видят в этом жестокое обращение с животными, а сотрудники полиции не видят. И... Вот это. А, все, работает. Все, накладки. Ну, я надеюсь, дальше сейчас у нас без накладок пойдет. И очень часто приходится прилагать уйму усилий, поднимать большой общественный резонанс, делать депутатские запросы. Вот Олег Александрович и Владимир Владимирович об этом прекрасно знают, как сложно бывает завести уголовное дело. Иногда вот даже с четвертого депутатского запроса только возбуждается. И это все, конечно, очень печально. И на этом фоне живодерство и живодеры, они чувствуют себя безнаказанными. И это порождает дальнейшую волну насилия по отношению к животным. Ну, и тут, я думаю, уже лишний раз напомнить можно, что жестокость по отношению к животным, она очень часто выливается и к жестокости по отношению к людям и вызывает такую серьезную напряженность в обществе. И поэтому эта проблема должна, конечно же, решаться. Вот два года назад в Государственной Думе была доработана статья 245, была переведена в категорию средней тяжести, и наметился некий прогресс в этой теме. Мы уже сегодня слышали, что больше дел заводится, но вот всего 117 по России. А если посмотреть количество случаев обращений к нам в общественные организации, то их гораздо больше. Если посмотреть причины, почему так происходит, то вот проанализировать те дела, которые есть, те случаи, то можно выделить две больших причины. Первая – это то, что очень часто сотрудники полиции, правоохранительных органов просто не знают, что делать по 245-й статье, к сожалению, не придают важности этим делам и не имеют каких-то строгих рекомендаций или методических указаний о том, как поступать, если пришло обращение по жестокому обращению с животными. Это очень часто с большим трудом нам приходится выбивать, например, проведение экспертизы тел животных, хотя на самом деле это чуть ли не главное доказательство в деле. И поэтому вот в этой сфере тоже, я считаю, нужна большая работа. Особенно радует, что у нас есть сегодня здесь на круглом столе представители Министерства внутренних дел, которые, я надеюсь, нам прокомментируют, и, возможно, мы сегодня выработаем какую-то общую стратегию, и как действовать в этой ситуации. И вторая тема очень важная, это сама 245-я статья. Сама ее формулировка является недостаточно актуальной и соответствующей даже текущему законодательству. Вот в конце прошлого года был принят закон об ответственном обращении с животными. Одно из, на мой взгляд, главных его достоинств, считается, что там очень четко выверено и хорошо обозначено определение жестокому обращению с животными, которое полностью раскрывает смысл этого понятия, и оно вполне применимо для того, чтобы руководствоваться им во время ведения дел по 245-й статье Уголовного кодекса. Плюс сейчас в текущей статье имеется формулировка, благодаря которой у преступника должен быть мотив, а этот мотив очень часто становится той самой преградой, по которой не заводятся уголовные дела. Ведь еще нужно доказать, что человек, который убил собаку топором или вилами и нанес ей множество ударов, что он это делал, чтобы причинить ей боль или страдания, или что он руководствовался корыстными мотивами, или делал это из хулиганских побуждений. И вот у нас сейчас много представителей регионов, и у многих есть свои такие дела, которые на примере покажут, что именно вот эта мотивировочная часть статьи, она является большой преградой. Я буду заканчивать. И вот у нас есть предложение кандидата юридических наук Шамардина, который предложил свою формулировку 245-й статьи, которая, мне кажется, весьма актуальна и отражает текущие нормы законодательства. Ну, я ее зачитаю, чтобы попонимать примерно. Жестокое обращение с животным, то есть такое обращение, которое не соответствует требованиям к обращению с животными, установленными федеральным законом, и привело и может привести к гибели, увечию или иному повреждению здоровья животного, включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями и иными действиями, причинившими вред его здоровью, либо неоказание при наличии возможности владельцам помощи животному, находящемуся в опасном для жизни и здоровья состоянии. Это, в принципе, практически полностью формулировка из закона об ответственном обращении с животными. И если уже настал тот момент, когда, в принципе, нужно эту формулировку переносить, она и дает, собственно, определение, что такое жестокое обращение с животными, а у нас в 245-й статье оно и начинается со слов «Жестокое обращение с животными». Вот это просто надо раскрыть. Ну и маленький нюанс, что так как федеральный закон касается только у нас безнадзорных животных, домашних животных и диких животных в неволе, то еще, конечно же, в 245-й нужно предусмотреть жестокое обращение с животными в отношении тех сфер взаимодействия с животными, которые не попадают в федеральный закон, ну, как, например, сельскохозяйственные животные, охота, лабораторные животные. Вот такие сферы, в которых животные тоже зачастую могут подвергаться жестокому обращению с животными, и они тоже должны быть защищены. На этом у меня все. Я хочу больше дать времени людям из регионов, которые приехали, со своими конкретными делами, на примере которых мы увидим, почему не работает 245-я статья так, как нам бы хотелось, чтобы она работала. Да, спасибо. Мы сейчас предоставим слово юристу, Федерине Анастасии Павловне, представителю Ассоциации зооправа. И, знаете, давайте, может быть, действительно мы дадим по несколько минут тем, кто приехал из регионов, потому что они, я думаю, обогатят. Ну, у нас же роздан проект резолюции, да, нашей рекомендации, проект, который мы будем дорабатывать. Вот. Я думаю, это будет правильно, потому что у них свои какие-то могут быть, ну, такие дополнения, которые будут весьма кстати. Пожалуйста, Анастасия. И мне можно, чтобы понимать, какие регионы, тогда записочки, да, вы мне записочки... Ну, хорошо, записочки напишите мне, чтобы я понимал географию, и мы как-то, так сказать... Пожалуйста, Анастасия. Спасибо большое, всем добрый день. Я поддержу свою коллегу Юрия, и скажу, что у нас есть проблема в части возбуждения уголовных дел, только лишь потому, что сотрудники полиции не имеют инструкции по работе с данной категорией преступлений. Ну, они просто не знают, что им делать, и за это их винить, собственно, нельзя. Кто хочет, то делает, а кто не хочет, просто не имеет необходимых материалов. И вторая проблема, когда возбуждаются уже уголовные дела, это исключительно наша личная практика. Прокуратура не дает передать дело в суд. Прокуратура волокитит дела, потому что прокуратура боится, что дело из суда вернуто обратно на рассмотрение. И таким образом у нас получается следующая ситуация. У нас и при возбуждении уголовного дела не дают возможности добиваться справедливости, и при передаче дела в суд. А вот касается самого процесса расследования, здесь у нас, конечно, меньше претензий к органам МВД, потому что, в принципе, все необходимые материалы следователи, дознаватели собирают, и остается только дела передавать в суд. Но, к сожалению, прокуратура нам не дает. Причина эта для нас неясна. У нас приехали члены организации, юристы и адвокаты с разных регионов, которые имеют непосредственную практику и ведут эти уголовные дела, которые, конечно же, и ответят на дополнительные вопросы. Если у кого-то из ребят, кто приехал, есть проблемы, вот сидят Аня, Ислам, Екатерина, которые смогут вам подсказать, может быть, по практической части, что-то сделать, помогут вам. А так я благодарю, что вы собираете такие мероприятия, которые очень важны, и я надеюсь, что будут внесены поправки в статью уголовного кодекса, в том числе о которых говорил Юрий. Да, мы сейчас будем очень активно эти поправки отрабатывать со всеми юристами, кто вот в этой теме, с Анастасией и с другими коллегами. И эту работу мы очень прозрачно и публично будем докладывать, вести в этом направлении. Значит, по регионам. Ну, давайте мы предоставим Новосибирску. Новосибирску. Вы только представьтесь, пожалуйста. Ну и коротко, ситуация у вас в регионе. Мы пройдемся по географии нашей страны. Да, пожалуйста. Я приехала из города Новосибирска. Это так. Я приехала, конечно же, представлять не только свои интересы и интересы потерпевших, но и интересы огромной части города, которая оказалась таким образом задета. Вот у меня с собой есть сейчас 400 подписей. Это только те, которые за минувшую неделю приехали и физически нашли время расписаться. Подписи с требованием, конечно, искоренить живодерство в Новосибирске в целом и наказать тот вопиющий случай, который произошел у нас в нашем академгородке в Новосибирске в частности. Мы собирали митинги, мы собирали пикеты, мы писали, вот у меня здесь, смотрите, какая замечательная стопка отписок. Мэру, губернатору, представителю всех правоохранительных структур абсолютно ничего. Наши посты ВКонтакте набирают свыше 20 тысяч просмотров в нашей группе, однако городская администрация полностью игнорирует все факты. Более того, накануне моего вылета в Москву наша группа оказалась заблокирована по каким-то надуманным совершенно поводам. Я думаю, что местные власти, к сожалению, не очень бы хотели, чтобы сегодня эта проблема была озвучена. В общем, нас очень много, несмотря на то, что сегодня я тут одна. Ситуация наша заключалась в двух словах, в том, что два года совершеннолетние подростки жили в квартире сами по себе, без опекунов, без родителей, просто их бросили. За это время они массово убивали животных, расчленяли, продавали лапы, черепа, хвосты в социальной сети ВКонтакте. Это длилось около двух лет. Масштабы, вы знаете, я вот здесь привезла замечательные картинки, я их с позволения дам посмотреть. Масштабы просто потрясают. Это весь кухонный стол, заваленный трупами. Это, можно на минутку? Это морозилка, в которой, вот, пожалуйста, кошачьи головы. Это все было завалено. В августе они, те девушки, умудрились зарубить соседского кота, поймать и зарубить. Его отрубили все четыре лапы, голову, сняли скальп, и все это мусорное ведро. Соответственно, на основании этого есть потерпевшие, да, есть заявления и так далее. Значит, одна из подозреваемых, я должна сказать, что одной было уже 17 лет на момент совершения, она подлежит, действительно уголовной ответственности. Второй, к сожалению, было только 15. Поэтому вопрос о снижении возраста по 245-й статье человек в 15 лет не может понимать, что он убивает животных серьезно, что он нарушает законодательство. Глубоко сомневаюсь, поэтому вопрос такой тоже есть. Наше дело прогремело на всю страну. Нас снимали все федеральные СМИ, Россия, НТВ. Однако, в нашем участковом опорном пункте тихо, весело, всем было очень смешно, у нас там прямо вот закатывались все от смеха, что мы тут со своими котами, значит. А мы не с котами, а мы со всем тем, что происходило два года. Итак, значит, девушка на сегодняшний день как жила одна, так и живет, несовершеннолетняя. Я вчера только созванивалась, все было так же, как и есть. Несмотря на... Четвертый месяц, опека, все остальные, бесполезно. Администрация нашего города не в состоянии решить эту проблему. Она показала себя абсолютно некомпетентной. Они не могут заставить подведомственные структуры, МВД, опеку выполнять свою работу. Вместо этого выполняем работу мы. Мы ищем, подозреваем их, собираем улики, тащим их, значит, уже отдел конкретно. Мы занимаемся этой работой. Как мы возбуждались, тяжело, я думаю, Юрий знает, и мы, конечно, через Олега Александровича возбудились. Это единственный способ, потому что у нас был отказ о возбуждении уголовного дела. Конечно, за отсутствием состава преступления. И Олег Александрович помог нам на фоне полного игнорирования ситуации местными депутатами. Мы писали всем, абсолютно, и Совет депутатов города Новосибирска, и депутатам Государственной Думы от нашего региона, это бесполезно. Полное игнорирование, и даже не все вообще в принципе удосужились ответить. Нам хотя бы там что-нибудь. Ну, вот отписки у меня действительно тут, это только малая часть, конечно, которую я привезла в Москву, их огромная куча, и на самом деле печатать их, ну, просто даже бумагу знать не жалко. На фоне вот этой волокиты, пока возбудилось дело, пока депутат Сизапорос дал свой результат, произошла утрата почти всех вещдоков по делу. На сегодняшний день практически все вещественные доказательства утрачены. Однако, самое важное, о чем я тут хочу попросить, в том числе представителей прокуратуры, всех правоохранительных органов, я хочу попросить об очень важном вопросе. До сих пор у этих девушек неизъяты гаджеты. По факту все доказательства находятся сейчас в руках у подозреваемых. Там огромное количество аккаунтов, все на серверах хранится, их необходимо изъять на предмет того, что там содержится. Там и краш-контент, совершенно точно, доказательства убийств и оборот наркотиков, которые, к сожалению, тоже имеют место быть. Дело все в том, что нет доверия больше местной власти. Местной администрации ни у меня, ни у кого из нашей огромной-огромной части города больше нет. Они не смогли справиться уже на сегодняшний день с этой ситуацией. Возможно, убийства продолжаются, потому что девочки безнадзорные, им по 17-16 лет. Я очень прошу представителей всех структур, которые сегодня здесь находятся, и депутатов, конечно же, и представителей прокуратуры взять дело под личный контроль, потому что такой беспредел просто вообще не может продолжаться больше. В Новосибирске я смотрю вообще свои законы. Есть федеральные законы, а есть законы в Новосибирске. Им, в принципе, на федеральные законы, на 245-ю статью в принципе плевать. Поэтому я прошу остановить вот это беззаконие в Новосибирске. Я прошу взять ситуацию под контроль. Ну, наверное, если я доехала до Москвы, прошу, ребята, пожалуйста, остановите несовершеннолетних убийц, то, наверное, мы уже настолько напуганы и мы настолько отчаялись, что очень бы мне хотелось какой-то помощи и результатов от расследования этого дела и восстановления общественной безопасности в городе, потому что социальная обстановка очень напряженная. Ну, все понятно. разгуливают малолетки с ножами в руках, ну, о чем речь? Какие малолетки? 17 лет. У меня, одну секунду, я, конечно, уважаю следующих ораторов, у меня здесь есть жалоба от моего имени, подписанная сегодняшним числом. Я очень прошу представителей, ну, конечно же, в первую очередь прокуратуры взять это дело под контроль. Я после круглого стола подойду. Я очень прошу принять мою жалобу и разобраться с этой ситуацией. Спасибо. Хорошо, спасибо. Давайте предоставим слово представителю Санкт-Петербурга. Вы где, чтобы я увидел? Представитель Санкт-Петербурга. Пожалуйста, да. Представьтесь, пожалуйста. Дорогие, Ладинара Альеровна, председатель общественной организации «Голоса за животных». Я в связи с предложением снизить возраст уголовной ответственности по 245-й статье, Дело в том, что мы несколько лет назад занимались этой проблемой в связи с огромным количеством жалоб и нами была переведена научная работа, которая проводилась в Соединенных Штатах Америки. У них такая же проблема была. На протяжении 10 лет изучались дети, которые совершали факты жестокого насилия в отношении животных. Здесь проблема не так однозначна, как она кажется на первый взгляд. Мы, наверное, единственная организация, которая не очень поддерживает вот это предложение по снижению возраста уголовной ответственности. И если поддерживаем, то с некими оговорками вот это исследование в США показало, что дети, которые совершают насилие в отношении животных, они сами являются жертвами. Было в этом исследовании около ну там тысячи детей приняли участие. Это дети, которые в первую очередь подвергаются насилию в семье, в том числе и сексуальному насилию. Все это, конечно, скрыто от глаз общественности. И вот этих детей, которые сами, да, и с психикой, там иногда какие-то серьезные патологии, отклонения в психике, это дети, у которых получили какие-то психологические травмы, отправлять их, подвергать их вот такому еще карательным таким жестким мерам мы считаем неправильно, либо нужно разбираться с каждым случаем индивидуально, по какой причине ребенок совершает насилие в отношении животных. Вот это наше такое предложение. Хорошо. Здесь и органы опеки должны провести работу. Я вот с вами согласен полностью, что... Да, мы встречались, да, извините, я договорю, с уполномоченной по правам ребенка Светланы Агапитовой, она, в общем-то, согласна с нами, но вот какие-то нужны конкретные предложения по решению этой проблемы. Спасибо. Мы, наверное, этот вопрос немножко... А вы нажмите кнопочку, а то фонит. Ага. Мы немножко, наверное, этот вопрос на будущее поправим в части того, что органы опеки, они должны рядом в ногу идти вот с этой работой, потому что зачастую факты жестокого обращения, они, ну, подростков бывают, а что за этим стоит? Понятно, что неблагополучие в семье, вот эти вещи все, поэтому вы правильно что подсказали, и вопрос с опекой надо, конечно, будет вместе смотреть. Город Орел, Блиникова Елена, пожалуйста. Здравствуйте всем. Занимаюсь этой проблемой полтора года, работаю с органами, с МВД, с прокуратурой, местными, очень сложно настраивается система, не хотят работать сотрудники полиции в случае жестокого обращения, уголовные дела не заводятся при всех фактах, полиция не знает, как делать экспертизы, кто должен их оплачивать по трупам животных, прокуратура не работает в пользу тендеров, они выходят незаконно и на убийство животных, есть уже отловщики, которые этим занимаются и их прикрывает администрация и никак нельзя воздействовать. То есть у нас есть различные моменты, когда мы находим животных, бьющихся в конвульсиях с дротиками и потом нам дают результат экспертизы, что ничего не найдено и собака умерла от запора или чего-то еще. Таких дел до 15 штук. Сделали запрос прокуратуры о не работе полиции, они обязали полицию работать, полиция прислала, что 6 уголовных дел они завели, но не завели. Вот в случае дротика собака с биркой, как бы все понятно, дырка во лбу. Полиция пишет нам в описании вместе с экспертизой, что тело никак не не имеет никаких повреждений, хотя на фотографии видно, что дырка от дротика и он рядом лежит. То есть полная неработа сотрудников полиции, прокуратуры и администрации в пользу животных. Город Орел и Орловская область. У меня все. Хорошо. Сейчас у меня вот Новороссийская. Да, пожалуйста, Новороссийская. Ну, я думаю, слышно будет, слышно. Я скажу. Я хочу сказать по городу Герою Новороссийск. Да. Во-первых, садитесь в микрофон вы должны говорить. Кондратова Нина Александровна, город Герой, Новороссийск. Я хочу сказать по-новороссийску немного. Во-первых, что у нас город Герой, у нас до сих пор нет приюта у бездомных животных. А обещали еще в 17-м году. Это первый вопрос. Второй. Люди за свой счет стерилизуют животных. Так как из города не выделяются бюджеты на это. Теперь, по Санпину положено продухи в подвале, которых у нас некоторые люди забивают, вот фотография, забивают двери, выживают оттуда животных. То есть, как они рассуждают, что домашние животные пусть живут, а уличные подлежат уничтожению. Вот есть такие у нас люди и отсутствие на дверях продухов. И их поддерживает дом управления, органы милиции, так сказать, не обращают на это внимания никакого, хотя мы много бились и жаловались. Теперь, еще такой вопрос. Вопрос вот третий. Значит, также, а как закон может защитить самих защитников животных? Потому что, так, против самих защитников животных организуется травля различными способами, такими как организация ложных доносов в полицию о том, что защитники животных совершают всякие противомерные действия, пытаясь защитить животных. Ложные доносы в управляющую компанию ЖЭК о том, что защитники животных наносят вред экологии. Провокационные действия различного действия, такие как забрызгивание глаз защитника животных из химических баллончиков. Все эти провокационные действия против защитников животных совершаются иногда под прикрытием своих родственных связей, полиции и других инстанциях. Противники животных все делают, чтобы отбить всякое желание у людей отстаивать права животных и свободно различными способами избавляться от бездомных животных. Эти способы уничтожения домиков для животных, изгнание из теплых подвалов домов, обрекая животных на голод и смертельный исход. У меня все. Я хочу обратиться и чтобы как-то обратили на это внимание, все-таки город-герой и вот у нас такие проблемы. По всей России конечно есть проблемы. Спасибо. Спасибо. Присаживайтесь. Курская область, город Курск, Жильникова Екатерина, она возглавляет общественную организацию «Право жить». Пожалуйста. Добрый день. Я память председателя ЗОЗащитной организации «Право жить», являюсь адвокатом и активно оказываю помощь, поскольку имею большой опыт по привлечению к ответственности по 245-й статье в Курске и Курской области. За последний год в нашем регионе состоялся всего один единственный приговор и то не в самом Курске, а Рыльский район за повешенную собаку. Два громких дела, которые получили общественный резонанс по стране, это убийство собаки американского бульдога Зены расследуется ровно год. Дважды это уголовное дело прекращалось, вынесено окончательно постановление о прекращении уголовного дела, сейчас обжалуются, но все равно 12 ножевых ранений было нанесено собаке в наморднике, которую при последнем ударе хозяйка уже держала на поводке, все равно не расценили как жестокое обращение с животными. То есть люди абсолютно утратили веру после этого случая, не только в защиту жизни бездомных животных, но и в том числе домашних. И второй резонансный случай это убийство собаки Мирона, который убежал с территории домовладения и сосед просто вышел и выстрелил из него несколько раз из ружья. Это убийство попало на видеокамеры, но несмотря на это не проведены никакие видеотехнические экспертизы, до сих пор мы обжалуем постановление о прекращении уже третье уголовного дела. Работа никакая не проводится, сотрудники полиции написали, что собака умерла быстро, поэтому 245-й статьи здесь нет. Так же, как приводят прямо в постановлении пример, если собаки отрубили голову топором, то это не 245-я статья. Поэтому нужно как-то совершенствовать деятельность сотрудников полиции и, наверное, просвещать их в этой сфере. И если это не связано с совершенствованием законодательства, но, наверное, и прописать, что предложили, это достаточно широкая формулировка, наверное, она будет работать. И еще один вопрос, наверное, к сотрудникам правоохранительных органов, как привлечь к ответственности. И у нас, я даже не знаю больше, кому этот вопрос адресован, подрядчики по отлову безнадзорных животных. В нашем регионе год, как работает программа УСВВ, очень успешно зоозащитный подрядчик смог взять контракт большой, но, тем не менее, такие организации, как Экосервис, существуют еще в районе, хотя их выжили из самого города. И сейчас администрация города у нас недовольна тем, что при УСВВ часть животных выпускается на улицу, они принимают свои меры, на базе городских служб создают отряд, и мы боимся, что опять будут, несмотря на закон об ответственном обращении с животными, будут убийства животных. У нас есть реальный пример, когда мы обратились в прокуратуру города Курска, и прокуратура провела проверку деятельности одной из таких организаций недобросовестных подрядчиков, и установила, что незаконно были умершлены 322 собаки из 400 отловленных, и вынесла представление. Дальше этого ничего не пошло. То есть, какие санкции применяются к таким подрядчикам, которые просто уничтожили животных запрещенными, препаратами, от которых они испытывают физическую боль и страдания, до сих пор мы направили заявление опять в прокуратуру и в полицию, чтобы передали материал весь этот на рассмотрение и для возбуждения уголовного дела. Никакого уголовного дела до настоящего времени, уже прошел ровно год, не возбуждено. И вот если будет такая ситуация, вот есть закон об ответственном обращении животных. Подрядная организация убивает собак, допустим, не выполняет условия контракта по содержанию, плохо кормит, как экосервис у нас в районах, мы опять пишем заявление. Нет ни административной ответственности, получается, ни уголовной. То есть просто вынесли представление и все. И люди продолжают работать. Мы пишем, чтобы их внесли в перечень недобросовестных поставщиков услуги, но, допустим, сейчас у нас в Курске будет создан отдел на базе городской службы спецавтобаза по уборке города. На полигоне, на мусорном полигоне строится пункт передержки, приют, где будут содержаться эти собаки. Проникнуть туда практически невозможно. Режимный объект. И мы боимся, что будут нарушаться условия контракта, а обратиться, допустим, мы обратимся с заявлением к заказчику администрации города, чтобы приняли меры, но администрация города является учредителем этой организации. И получается замкнутый круг, не признают их недобросовестными подрядчиками, ни к уголовной ответственности не привлекут. Поэтому очень многие жители нашего города этим и беспокоены, так как сейчас у нас проводится очень широкомасштабная работа, тысяча собак стерилизованы, вакцинированы от бешенства, и просто боимся, что эти животные, то есть бюджетные средства будут потрачены зря, а средства, это вот только в этом году 7 миллионов было выделено на ОСВВ. и мы бы не хотели, чтобы эта работа была проделана зря, и закон не работал. Поэтому хотелось бы услышать, может быть, от прокуратуры, какие будут санкции и вообще меры к таким подрядчикам. Важная тема на самом деле, здесь вот сейчас вот тоже просят выступить по поводу коррупции, злоупреплений, связанных с закупками, и это получается параллельно шагающие преступления, жестокое обращение и коррупционные вот эти все нарушения. Мы тогда, чтобы эту тему уточнить, давайте дадим слово Актемовой Анне Арслановне, да, правильно я называю? Сначала Шевелева Екатерина, да, потому что специалист по закупкам как раз-таки, который помогает регионам. Отдельный блок в этой проблеме, он именно экономический, да, сначала Шевелева, да? Шевелева Екатерина Сергеевна. Добрый день, ассоциация зоуправы Шевелева Екатерина и специалист по закупкам. Хотелось бы отметить, что мы работаем на этой теме уже два года и нам с переменным успехом мы добиваемся отмены закупок, которые осуществляются на убой животных, да, и еще ни одно дело не возбудили по фактам, когда было доказано нарушение по отловам. У нас Новокубанский район Краснодарского края, вот Анна Актемова расскажет подробнее, что у нас происходит именно с уголовным делом по подрядчику ИП Колосова, который во всем Краснодарском крае получает эти контракты и животных не отвозят никуда, у них фактически животные убиваются в светлое время суток на территории города при людях, детях. И хотелось бы отметить именно факт коррупции, который вот сейчас в данный момент происходит со стороны администрации города Стрижевой Томской области 11 ноября в Стрижевом администрация в одностороннем порядке в нарушении законодательства о закупках отказалась от контракта с подрядчиком, который осуществляет гуманный отлов. Таким образом, они хотят до конца года заключить контракт с другим подрядчиком купцовой Жанной ИП, которая убивает животных. Соответственно, они не скрывают вот этот сговор. Вы прям можете на бумаге я отправлю свое обращение к Генералю прокуратуру, а также Следственный комитет, чтобы они разобрались, что это за закупки и почему идет такой необъективный отбор. То есть все ли там по закону? Да. Эта ситуация нас возмутила, и мы уже почти готовы вам предоставить тогда эти все документы, поскольку наша цель защищать именно гуманных отловщиков, тех, которых животных содержат, стерилизуют, выпускают, то есть делают так, как по закону. И ситуация, когда администрация сговаривается с убийцами и вытесняет с рынка добросовестных подрядчиков, возмутительная и является прямым доказательством коррупционной схемы. И, соответственно, по вопросу города Стрижевого Томской области будем благодарны за ваше содействие. И хотелось бы тогда передать слово Анне. Она расскажет именно про наш опыт после, когда мы выявляем существенные нарушения в контрактах, что, чего у нас происходит потом с уголовными делами. Спасибо. Да, сейчас предоставим. Хорошо, что вы подняли эту тему. Я думаю, что вы поможете именно в этой части доработать рекомендацию, чтобы включить сюда вот эту проблематику тогда обязательно, потому что у нас сейчас эта тема в проекте, который готовили зоозащитники, и мы тоже пока отсутствуем. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Актем Ивановна, я являюсь членом Ассоциации зооправа и адвокатом. К сожалению, мне приходится работать именно с последствиями этих закупок. Краснодарский край, наверное, один из самых отличившихся в этом вопросе, потому что у нас было административное дело, мы рассматривали в Туапсинском городском суде именно по вопросу того, что администрация не в состоянии предоставить нам сведения по отловленным животным, что с ними потом происходит, были ли стерилизованы сколько голов. Так вот, только в ходе судебного разбирательства администрация предоставила нам документы, в которых сказано, что было отловлено в период буквально трех месяцев около 600 голов. Из них только две головы были подобраны уже непосредственно мертвыми. То есть получается, ну, практически, грубо говоря, 600 голов было умершвлено на месте. При этом они умершвляются в дневное время суток, на детских площадках. То есть сам отловщик настолько недобросовестен, что даже не смотрит, есть ли вокруг дети. Хотя и федеральные, и региональные законодательства запрещают отлов, не то что убийство животных при детях, а даже отлавливать животных абсолютно там гуманным способом при несовершеннолетних лицах. При этом это неоднократный случай, когда дети действительно получают, ну, психологические травмы и впоследствии их родители вынуждены обращаться к психотерапевтам за помощью. И, ну, мы обращаемся очень много. То есть там работают действительно волонтеры. Мы находим свалки трупов животных. То есть они даже не утилизируются по всем нормам и правилам. Они просто берут и выбрасывают их, ну, как им кажется, в безлюдном месте. То есть сотни голов выбрасываются в безлюдном месте. При этом они умерщвляются при помощи аделина, то есть вещество, которое ветеринарами нынче запрещено. И их не волнует. То есть при разложении этих тел, что будет с ними происходить и что будет происходить с теми отравляющими веществами, которые содержатся в них. И при этом, ну, как им кажется, в этих безлюдных местах опять-таки бывают дети. То есть есть вероятность того, что ребенок может взять этот шприц, ну, как бы дротики или что-то такое и может заразиться при этом. То есть отловщики настолько недобросовестны, что, ну, просто слов нет. При этом они кочуют из одного края в другой. То есть на территории Краснодарского края очень долго работала служба БАСЯ. О, БАСЯ! Как только наши ассоциации удалось их оттуда изгнать, как говорится, они перекочевали Ставропольский край. И теперь город Изобильный и там волонтеры точно так же бьют в колокола, потому что там происходят такие же умерщвления опять-таки при детях. То есть совсем недавно к нам обращалась женщина, чей ребенок получил психологическую травму и теперь вынужден лечиться. То есть что нам делать с такими случаями, с учетом того, что МВД нам всегда отказывают в возбуждении уголовных дел, они при этом прикрываются муниципальными контрактами. То есть в постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела так и сказано, что у них заключен муниципальный контракт на отлов животных, но отлов не подразумевает убийство, умерщвление, тем более не таким гуманным способом. Они не высчитывают ту дозировку, которая возможна для данного животного. То есть не учтены ни возрастные особенности, ни размеры животного, не является, ну, есть ли у него какие-то хронические заболевания. То есть будет ли это умерщвление для него гуманным или нет. Они просто берут яд, наливают это в ведро с водичкой, так сказать, разбавляют и отстреливают. То есть у лиц, которые производят отлов, нет специального образования для того, чтобы определить, действительно ли животное представляет угрозу для общества, действительно ли оно болеет какими-либо заболеваниями, которые запрещены, которые будут способствовать для того, чтобы им расширяли на месте. Есть ли у него бешенство или какие-то другие вирусные заболевания. То есть это ничего не устанавливается, но при этом животные убиваются сотнями-сотнями голов. И нам бы очень хотелось, чтобы вы как-то поспособствовали разрешению этого вопроса, потому что, ну, к сожалению, сотрудники правоохранительных органов всегда ссылаются на муниципальные контракты. И что нам делать в таких случаях, мы пока выхода не нашли. И как бы мы ни пытались им это объяснить, как бы мы ни приводили им федеральные нормы, какие бы региональные нормы мы не приводили им. Потому что и на территории Краснодарского края по становлению губернатора, и на территории Ставропольского края по становлению губернатора запрещены отловы при детях и тем более умерщвление животных. Но это не работает. То есть для них нет ни федерального, ни регионального законодательства. Сказали что-то? Можно? Ну, нет, я сейчас тогда... Можно? Я хочу предоставить слово Илоне Броневицкой. Вы ее знаете, она активная... Я ловлю собак. Вот. Девочки пытаются разобраться в том, что это такое, а мы 10 лет их ловим. Ну, действительно, вот принятие закона выявило, породило новую ситуацию. Сейчас вся вот эта вот публика, которая раньше убивала, открыто. Сейчас они все как-то ушли в тень, мимикрировали там под разными вывысками гуманный отлов, государственный отлов. И, ну, в общем, нарушается все по полной программе. Я вижу, что здесь собралось много людей, просто которые от отчаяния приехали сюда за помощью. То есть мы сейчас не разбираемся, что не так. И тем более не даем там какие-то конструктивные предложения. Просто люди говорят, да, у нас ничего не работает. Да, у нас именно так. И просто хотелось бы, ну, какого-то конструктивного, юридического мнения на этот счет. Я поэтому хотела передать слово Маргарите Степановне Гавриловой, которая юрист. А я зоозащитник, поэтому я умолкаю. На самом деле, мне хотелось бы с самого начала остановиться на основной проблеме квалификации по 245. Почему квалифицируются все уголовные дела по первой части, а не по второй? Каким образом дифференцируется жестокое обращение с причинением страданий, а вызвавшее неимоверное страдание? Первая часть и вторая. Мы знаем с вами, что первая часть, она носит риторический, номинально-декларативный характер. Максимальный это штраф самый большой тысяч, аж 30. Для живодеров это вообще не больно и не страшно. Они между собой прекрасно сообщаются, скинутся и заплатят. Почему правоохранительные органы не обладают достаточным уровнем юридической, правовой подготовки, чтобы правильно квалифицировать субъектный состав преступления? Это первое. Не так давно вы все это слышали, вот господин Корецких упомянул относительно вилл. В СНТ пожилой мужчина поймал на ловушку металлическую собаку безнадзорную, повесил его и колол его виллами. Пробил ему череп, пробил ему мозг, собака умерла через сутки у нас в больнице. Возбудили уголовное дело, мы добились. Но по первой части спрашиваю у дознавателя, скажите, пожалуйста, а кто у нас является потерпевшим? Они начинают ржать и говорить потерпевший собака. Я говорю, а вам не кажется, что потерпевший у нас муниципалитет в силу того, что это безнадзорное животное? Это раз. Второе. Почему по первой части? А страданий не было? Я говорю, как должны выглядеть страдания? Есть какой-то нормативный акт, который вам как памятка? Товарищи полицейские, страдания заключаются в следующем. Это, это, это. Давайте вот по этой схеме. Раз они не умеют применять нормы закона, значит, надо создавать какую-то бланкетную сетку, а то я просто не знаю, кто здесь представитель МВД, поэтому обращаюсь к прокуратуре как к надзорному органу. Значит, надо создавать какую-то бланкетную сетку, которая будет даже для самых безнадежных, необучаемых людей памяткой, как применять 245-ю статью. Что касается тендеров, не трогайте вы 245-ю статью, забудьте про нее, про тендеры. Это коррупционная составляющая, относящаяся к юрисдикции Следственного комитета и органов ФСБ. Ненадлежащая трата бюджетных ассигнований порождает за собой ответственность по другим статьям. Вам нужно делать акцент на этом, писать в финмониторинг, в счетную палату, если отказывают идти в КАС с исками к тем организациям, где дают отписки. КАС работает сегодня быстро и эффективно. Кодекс административного судопроизводства. Это второе. Третье. Относительно непринятия предложения понижения возраста уголовной ответственности за противоправное деяние. Категорически не согласна. Возраст нужно понижать. И неважно, из какой социальный. У нас половина страны находится в девиантном положении, как родители, так и дети. И смотреть на это всерьез и принимать это с точки зрения благополучной Америки, что у них вот так. Так у нас 90% пьют, бьют и не живут, и не работают. И что? Из-за этого мы не будем давать возможность людям получить сатисфакцию и привлечь к ответу стерлитомакских живодеров, которые сейчас, на сегодняшний день, благодаря папе, бывшему сотруднику полиции, пытаются спрятаться как раз за свой возраст. 12 щенков, которым положили в рот в пасть петарды и взорвали. эти дети считают, что это нормально. Я общалась с каждым из родителей. Родители говорят, вы ставите на одну платформу каких-то собак и наших детей. Я говорю, ваших детей надо защищать, они опасны. Завтра из него будет щекотило, вы утонете в крови от этих детей. Один раз, вот сила закона в его исполнении. Если закон не работает, две стороны общества встают в оборону. Одна страна, которая говорит, да, убивали, убиваем, будем убивать. Вторая страна говорит, у нас нет возможности противостоять, мы переходим к суду линча, мы начинаем мстить. Как можем? 90% населения сегодня это муссирует в обществе. Я думаю, что я никому не на это на это глаза, вы все это слышали. Следовательно, нужно понизить возраст уголовной ответственности для определенной категории квалификационного состава, то есть для второй части, безусловно. Второе, разработать некий взаимодействующий алгоритм с правоохранительными органами, в которые будут входить, безусловно, и счетные палаты, и феномониторинг, которые дадут пояснение, каким образом выяснять, где нарушен алгоритм технического задания и его исполнения, и кто должен у нас осуществлять контроль, кроме органов местного самоуправления, распределяющихся бюджетом. И третье, что я считаю нужно, это квалификационный состав по 245-й распределить таким образом, чтобы было понятно. Убрать детей, ничему этот признак, абсолютно. Дети, это тот признак, за которым мы сейчас умышленно прячемся. Мы придумываем, что на месте был ребенок, чтобы хоть что-то сделать живодер. Но это же ненормально. С вилами мне пришлось придумать, что я стояла рядом. Меня там не было, но я там была. Потому что иначе у нас не было свидетелей. И еще один момент. Безнадзорные животные, безнадзорные животные на сегодняшний день не являются стоимостной вещью, за которую можно привлечь к ответственности. Они ничего не стоят. Породистые животные, договор купли-продажи, вакцинации, стерилизации, содержание. Можно обобщить и собрать в общую сумму. Будет достаточно там какая-то 80-150 тысяч. Безпородные животные у нас вообще не являются с точки зрения правоохранителей каким-либо объектом права, а поэтому даются постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. И именно поэтому дела не возбуждаются. Люди не понимают от уровня правосознания. То, что это такой же объект права, только вечное право принадлежит муниципалитету. Но мы сейчас будем опускать зоозащитную вот эту лирику про то, что животные, жалко. Поэтому я считаю, что если у нас есть возможность конкуратироваться, особенно с учетом очень интересного новосибирского, ваш опыт, безумно интересно, вы действительно делаете обе такой прям серьезный потух, особенно у вас вы молодцы, прям респект. Некий какой-то давайте выработаем общий документ, который будет разъяснять алгоритм действий. Потому что юристы, которые никогда не занимались зоозащитой, это все тавтологии, они не понимают, они к этому относятся с иронией, что новости все сумасшедшие, поэтому что можно с вами обсуждать. Ну вот, собственно говоря, не понижать возраст, понизить возраст уголовной ответственности, не докриминализировать в принципе 245-ю статью, потому что в нашей стране любая декриминализация заканчивается отрубленными руками у жены и вынесенным имуществом. Это тоже просто патология. Нельзя переводить ни в какую декриминализационную степень и фобу, потому что закончится все очень плохо. Люди у нас понимают только когда закон наказывает, а не предупреждает. Профилактика правонарушений сегодня не работает. Ну вот, как бы. Спасибо. Я хочу напомнить, у нас ведет стенограмма, вот, и про руки мы не говорим. Да, да. И конкретно вот эти предложения, именно юридические, они у нас идут как дополнение в нашу рекомендацию, которую мы с вами в завершении потом примем. Да, значит, ну коротко, вы уже выступали, коротко дополнить именно по вот тем узким моментам, которые понятны и нашим специалистам из МВД и всем. Коротко. Ассоциацию за управу. Вот хотелось бы коллегу поправить немножко. Вот она сказала, 245-ю надо убрать от закупок, и вообще ее не трогать. Но, извините, когда отловщик убивает животное, он это делает из корыстных побуждений. Он за это получает потом бюджетное, это не коррупционная статья, он делает это из корыстных побуждений. Вы не путайте. Ну, в смысле заработать, обычно просто заработать. Подождите, у нас есть ВОЗ-контракт и есть техзадание. В техзадании прописан алгоритм со стоимостью каждой позиции услуги. Правильно? Правильно? Ну, правильно я спрошу? Понятно, конечно, правильно. Если он, минуя стерилизацию, вакцинацию, 30-дневное содержание убивает собаку, он крадет деньги. Причем здесь 245-я? Вы понимаете, что он еще помимо того, как крадет деньги, он убивает животное из-за корыстных побуждений? Тогда это будет работать. Мы не согласимся с вами, потому что все равно вот у нас в Астрахани сейчас работает ОБЭП, но при этом все равно мы считаем важным добиваться именно 245-й статьи по недобросовестным отловам с умершлением. Это важно добиваться этого. Вот что я хотела сказать. Хорошо. Так, ну смотрите, значит, уважаемые коллеги, давайте Белгору дадим слово. И я бы что, все-таки, значит, наши коллеги, я все-таки уточню, что у нас присутствует Цимбалова Виктория Викторовна, начальника отдела ведомственного и межведомственного взаимодействия организации процессуальной деятельности подразделения дознавания управления по организации дознавания полковник полиции. Правильно я зачитал Ваш долг? Савин Виктор Анатольевич, старший инспектор по особому поручению отделов нормативно-правов Генеральный прокурор Гришко Илья Александрович возглавляет Я зачитал подробные должности. Я понимаю, что выступление Вы не готовили, Вам важно было послушать именно ту проблематику. Тем не менее, какие-то вопросы, если есть возможность в рамках Вашего понимания ответить, было бы неплохо. Нет, так можно будет позже как-то, скажем, письменно или устно уточнить. Поэтому я что попросил у регионов, ну и у тех, кто из Москвы тоже, если есть конкретный вопрос, именно вот как сейчас возник достаточно предметный вопрос о правоприменении, чтобы понимать позицию наших ведомств, если есть вопросы, давайте зададим, я думаю, что это будет полезно. Вопросы? Пожалуйста, у кого есть вопросы к МВД? Юрий. Да, вот у меня первый вопрос, о чем уже говорилось множество раз, что сотрудники на местах зачастую не знают, как действовать с заявлением о жестоком обращении с животными и какие процессуальные действия производить. Уже давно говорим о какой-то методичке, памятке, которая должна быть разослана, проведена какая-то консультативная работа сотрудникам, чтобы нам не приходилось каждый раз на местах доказывать и объяснять им, что нужно сделать экспертизу обязательно, что экспертизу нужно сделать за такой-то счет. И еще пояснить им, что это действительно важная статья, что это уже средняя тяжесть, и что не стоит закрывать глаза на это, только услышав слово «животное», когда вот вы нам пришли со своей собачкой, а у меня тут 10 трупов на районе, и поэтому я вам внимания уделять особо не буду. Вот я хотел спросить, планируется ли разработка какого-то такого внутриведомственного материала, методических указаний или вот каких-то таких рекомендаций, которые бы были доведены до всех сведений сотрудников полиции? Почему вы думаете, что я не могу ответить? Потому что я сегодня уже достаточно много критики выслушала в адрес органов внутренних дел, что они практически ничего не делают. Но на мой взгляд, нельзя так категорично говорить, что органы внутренних дел абсолютно ничего не делают. Естественно, мы делаем, предпринимаем меры, да, в какой-то степени что-то где-то не дорабатываем, но все равно мы работаем. То, что вот прозвучало относительно Курска, сказать однозначно, что там не рассматривалась статья 245, часть 1, не могу сказать, потому что дознание наше оно возбуждало, и там действительно по этой собаке рассматривалось именно, да, по этой собаке. Ну, потому что это, насколько мне известно, начинало расследовать наше дознание, это уголовное дело было у нас на контроле, мы его изучали, впоследствии было передано в следственное подразделение, и оно принимало это решение. И изначально мы возбуждали как 245, часть 1. То, что касается Новосибирска, если речь идет именно о том уголовном деле, вот там, где в наш адрес поступило порядка, там, больше 50 жалоб относительно жестокого обращения с котами, да, речь? Ну, речь шла об этом. Не только с котами, с собаками, со всеми? Я сейчас просто, если мы оперируем об одном и том же территориальном органе, то у нас тоже там было возбуждено уголовное дело по 245, мы расследовали, потом впоследствии, в связи с, наверное, там был достаточно определенный резонанс, и дело это было впоследствии передано в следственное подразделение Следственного комитета. Ну, по крайней мере, тем, что мы, ну, простите. На текущий момент претензий к следствию нет. Возбуждено дело было исключительно после депутатского запроса Олега Александровича через 4 дня. Я прошу, не перебивайте, давайте по очереди, спокойно, по очереди, без вот, пожалуйста. Я не говорю, я сейчас говорю не о том, что, да, может быть, где-то в каких-то моментах мы недорабатываем, но мы все равно работаем, и практика нарабатывается. Да, мы своих сотрудников обучаем, в том числе и по статье 245, части 1, исходя уже из той правоприменительной практики, которая складывается. Я просто сейчас говорю к тому, что нельзя категорично говорить о том, что ничего не делается. Вот мне интересно, вот методичку, да, как расследовать, там, не знаю, конкретное преступление. Для того, чтобы методичка была написана, это что, команда должна быть министра, или как это происходит? Нет, это не команда должна быть, мы методички разрабатываем, я уже в целом говорю, мы методички разрабатываем уже исходя из сложившейся правоприменительной практики в ряде регионов. Смотрим, где по субъектам что складывается, и потом это все обобщаем и занимаемся, разрабатываем. Потому что разработкой методичек не только, скажем так, наше управление, организация дознания занимается, но в том числе и другие структуры, потому что... Что надо сделать, чтобы эта методичка дошла до региона? Да, это будет готово, как раз, что это не очень ровно, то вы хотите... Я говорю в целом, методичками. Так запроси нам заинтересовать. Нет, я не могу, я вопрос задала. Пожалуйста, скажи, пожалуйста, что надо сделать, чтобы такая методичка была разработана? Она понятна, что стоит не первым номером, потому что людей убивают, это мы слышим всегда. Но, может быть, мы могли бы чем-то быть полезными и кому-то облегчить работу. Я понимаю, вашу боль, все это, конечно, я своему руководству доложу, и мы, естественно... К боли мы привыкли. Нет, я просто имею в виду относительно защиты животных, что здесь необходимо эту всю проблематику, я своему руководству доложу, и мы определимся. Вот вы доложите, а мы должны понимать, доложили вы или нет, и услышало ли оно. Потому что мы сейчас говорим, вот, не конкретно все. Есть в целом, конечно, вот, а мы же пришли, потратили время свое, очень хочется каких-то конкретных наметить шаги, хотя бы два или три. Да, вот... Я понимаю, у вас... Визиточку, да, там, все дела. Я не принимаю на решение. Да, на решение, это как бы, ну, команду, что разрабатывайте методичку, собирается рабочая группа специалистов, да, наверное, министерства. То есть это что должно быть? Допустим, какое-то обращение на Колокольцева или как? Или нам вот в рекомендации написать и еще и обращение сделать, чтобы пошла некая... Я думаю, что по результатам сегодняшнего мероприятия, наверное, какой-то документ, традиции, он придет в адрес нашего ведомства. И, наверное, это будет как одно из предложений. Естественно, наше руководство рассмотрит, даст поручение, и мы, соответственно, займемся этой работой. А, то есть вы же не занимаетесь? А кого вы не занимаетесь? Девушка, мы люди, которые носят погоны. Ну... И чтобы заниматься этим, наверное... В стране бумажно, без бумаги невозможно. Да, давайте вопросы по очереди, не это самое, пожалуйста, вопросы. Я прошу, товарищ, вот тишину, чтобы по очереди. Хорошо, коллеги? Добрый день. Олег Озеров, «Открытые клетки». Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы необходимым или полезным в целях повышения квалификации сотрудников, проведения каких-то тренингов и всевозможных образовательных программ, как такие уже проводились в зарубежных странах, например, в Польше, и дали очень хорошие результаты по тому, как квалифицировать преступления, как работать с вещдоками, как вообще вот эту процессуальную всю вести деятельность. Если вы считаете, что это было бы полезно, ну, потому что вам же тоже с этим будет проще работать, правда, и меньше слушать критики, то мы готовы этим заняться, и мы готовы всячески оказывать поддержку, составить программы с зарубежными коллегами, с коллегами внутри, и скажите, какой должен быть алгоритм практически, что нужно сделать, чтобы эту программу составить, и чтобы мы вместе могли начать работать, чтобы всем стало лучше, и чтобы это существенно заработало, и мы же взялись, наконец, за это. Спасибо. Я, извиняюсь, я дополню, давайте мы действительно посмотрим, рабочую группу создадим представителей, вот у нас есть ЗОУ, право, еще кто-то, те, кто с этим предметно занимаются, представители МВД, рабочая группа, я не знаю, много, мало, там, 10 человек, 12-15 человек, но понимаете, в чем дело, действительно, например, когда там бюджетные деньги, трудно выделить колоссальные, там не хватает, но тут именно понять, как квалифицировать, как расследовать, ну это же вот, нужен какой-то импульс, толчок, понимаете, вы же за абсолютно этот вопрос, вы же не против, просто какая-то, может быть, может какая-то, как это, инерция системы, так сказать, преодолеть, вот о чем, вот, мы же говорим, да. Почему я задаю этот вопрос, потому что опыт, опять же, показывает, что методичка как таковая не работает, ну методичка это методичка, это брошюрка, там все очень общо, ну, понимаете, там все очень-очень-очень, ну, вот, опять же, работают-то они по методичке, как выясняется. Понятно, но когда проводятся тренинги и создаются вот ситуации, разыгрываются, то есть, ролевые... Серьезно, тренинги с полицией? Да. Волнинг работы нет, сошел, шею. А почему мы так вот, понимаем, в наших учебных заведениях точно так же проводятся различные обучающие мероприятия и тренинг? Мои коллеги за рубежом, коллеги за рубежом, работали с правоохранительными органами, результаты оказались действительно, то есть, и по квалификации, и по процессуальным делам результат был очень хороший, и наработки имеются, и я думаю, что это задача не только правоохранительных органов, а все это расследовать и доводить это дело до конца, это задача зоозащитников работать с правоохранительными органами в конструктивном ключе и помогать людям просвещаться, потому что понятно, что это достаточно свежая история для нашей страны, и помимо критики и, безусловно, возможно, какого-то усиления контроля за работой правоохранительных органов в отношении расследования таких дел, мне кажется, логично будет предположить некое сотрудничество и взаимопомощь. Я прошу тишины, друзья, я прошу тишины, потому что он выступает, говорит. Я не против, если вы об этом умеете... Нужно сделать практически, чтобы это заработало, алгоритм. Как нам нужно поступить? Что-то будет выработано, какой-то документ? Какие предложения поступят? Я предлагаю внести это в рекомендации. Кроме этого, я не знаю. Присылайте в наш адрес, потому что... Давайте сделаем обращение на министра с просьбой, так сказать. На ваше имя можно? Персонально на мое. Кто ответственное лицо? Нет, у нас мы все подчиняемся одному. У нас министр внутренних дел. Министр внутренних дел не будет заниматься всеми тренингами, всеми кстатиями, правда? Вы понимаете, что у нас четко ирархия внутри МВД. Все поступает в адрес министра внутренних дел. И он принимает решение, кому из подчиненных что поручить. Дамы, секундочку, простите. Допустим, я координатор волонтеров. Если волонтеры не координированы, я за это отвечаю. Правильно? Кто отвечает за вот такие дела? Допустим, есть органы, которые отвечают за коммуникации. Протекает вода в доме, кто-то отвечает, правильно? У нас все документации поступают в адрес министерства. Понятно. Есть какие-то ли... Вот, может быть, тогда, опять же, внести в рекомендации назначить ответственных лиц внутри МВД, внутри Министерства внутренних дел, ответственных за эту статью. Вам не кажется, что это было бы логично? И вам было бы проще, и министру, и всем. И с ним, вот с этим ответственным лицом, можно было бы уже тогда конкретно, чтобы на это все не разводить облако, конкретно начать разрабатывать те же образовательные программы, начать конкретно работать, чтобы это был человек, который ведет это дело день за днем, год за годом, и повышать свою квалификацию. Потому что сегодня вы пришли, нам очень приятно. Завтра вы не придете. Придет другой человек, он опять ноль, он не понимает ничего вообще. Хорошо, завершайте. Пожалуйста, вопрос вот у нас, молодой человек. Нет, вопрос. Да, давайте вопрос, потому что только конкретные вопросы. И давайте так, сжатое. Могу я, да? Михаил Шляков, ветеринарный врач. К вопросу о квалификации преступления, о которых мы говорим. Тут методички, я думаю, что не самые правильные решения. Не должны органы правоохранительные решать, было ли издевательство совершено, было ли какие-то там мучения, как мы говорим, животное испытывало. Это должен решать ветеринарный врач, конечно. То есть сколько длилось агония. Потому что я вот здесь сейчас услышал какую-то совершенно страшную историю, что собаки топором отрубили голову, и это не является издевательством. На мой взгляд, это совсем другое. Это издевательство. Был у нас один случай в парке, когда подвыпивший человек на четвереньке встал и гавкнул на собаку. На собаку умерла. Ну, наверное, может быть, это не издевательство. Ну, хотел пошутить, но вот так вот произошло. К вопросу, что делать, если, например, вы стали свидетелем преступления против животного или нашли труп животного, конечно, здесь многие делают ошибку, сразу начинают искать каких-то патологоанатомов, которых в ветеринарии нет. Значит, специально патологоанатомов не готовят. То есть я с дипломом ветеринарный врач. Поэтому обычный диплом ветеринарного врача позволяет сделать вскрытие полноценное. То есть просто... А как было вскрытие? Это по Москве, не динамо? Любой ветеринарный врач может сделать вскрытие. Даже вы можете... Вдевки, а в дипломе специально по адресамбате у нас? Могут принять, могут не принять. Но специальных, вот именно чтобы было в дипломе написано ветеринарный врач патологоанатом, такого нет. Везде в дипломе ветеринарный врач. Все. Значит, другое дело, что должно быть не меньше трех человек просто из разных клиник врачей. Обязательно отбор биологических и таксиологических проб. И обязательно, если вы обнаружили труп животного, даже вот, например, с отрезанной головой, как вы говорите, обязательно уведомляйте об этом станцию по борьбе с болезнями животных. То есть любой труп, он должен быть проверен на особо опасные инфекции, такие как сибирская язва, бешенство и так далее. То есть чем больше изначально вы поднимете шум, тем будет эффективнее. Случаев очень много. И как бы вот мы уже достаточно случаев и рассмотрели. Я прошу, какие есть вопросы к прокуратуре, может быть. Пожалуйста. Пожалуйста. В продолжение разговора Наталья Анашина, движение зоозащитников, хотелось бы задать еще следующий вопрос. Помимо методички, возможно ли разработать постоянно действующие круглые столы на уровне регионов, именно обмен опытом с зоозащитниками и волонтерами? И чтобы все вот эти случаи жестокости разбирались на уровне регионов, потому что у нас получается, что один раз, извините, в 4 года мы здесь собираемся и потом все разъезжаемся. Это, мне кажется, будет эффективнее. Дальше. Можно ли создать базу данных тех лиц, которые уже привлечены по жестокому обращению и, соответственно, отслеживать их, чтобы эти лица не заводили какое-то время животных? Тоже вопрос. Вот эти методические указания, правильно молодой человек сказал, что они не будут работать сами по себе, они будут работать только в связке с теми людьми, которые уже знают, как работать. А это зоозащитники и волонтеры. Возможно ли, чтобы полицейские работали в связке, ну как угодно, как зоодружина, то есть привлекали волонтеров к своей деятельности? И еще вопрос такой. По поводу понижения возраста мы тоже настаиваем на том, что было до 14 лет, потому что возраст осознанный, и действительно многие дети прячутся за этот возраст и осознают то, что они делают. И это показала практика, по-моему, во всех городах это происходит, все жестокие обращения. И мы еще как бы настаиваем на том, чтобы формулировка жестокого обращения была расширена, потому что то, что сейчас прописано в 245-й статье, ну все понимаете, что это не работает. Возможно ли взять эту формулировку и расширить из закона об ответственном обращении с животными? Ну это вот в виде вопросов, пожалуйста, если есть комментарии. Здесь, насколько вот МВД может это прокомментировать прокуратура, потому что очень много вопросов вы поставили. Что касается круглых столов по регионам, я вам могу сказать, что когда, понимаете, есть очень много позиций от руководства региона зависит. Если он поддерживает ОСВВ или гуманный, ну различные подходы это одно, а если там подход такой, что есть бюджетные деньги, он будет их тратить, скажем, на благоустройство или еще на что-то, а на это не будет, тогда все ориентируются, какие там круглые столы и так далее. Поэтому мы стараемся задавать отсюда как-то вот вектор. А в отношении снижения возраста ответственности, да, как ваша позиция, вы считаете, это правильно было бы? Вот мне даже интересна ваша позиция, как, так сказать, опытного юриста в этих вопросах. Стоит ли нам снижать возраст именно, чтобы несовершеннолетние привлекались за жестокое обращение? Как вы вот, ну как человек практикующий, как вы считаете, полезно это будет или наоборот? Потому что разные точки зрения, вот из Петербурга сказали, не стоит. Нет, я все-таки поправдываю, что мы считаем, что стоит, но с оговоркой, что нужно выяснять, по каким причинам было совершено. Если бы им было психическое отклонение, то здесь должны работать другие специалисты совершенно, а именно обратно. Вот позиция МВД здесь, как вы считаете, из практики полезно это бывает или это не решает проблему? Олег Александрович, вы интересно ставите вопрос, позиция МВД или позиция моя персональная? Ваша персональная, как юриста. Моя персональная позиция, здесь не надо огульно подходить и, как говорит наш любимый президент, подходить к МДЧК. Здесь надо продумать и действительно в каждом конкретном случае, и потом, чтобы взвешенно принимать, потому что ситуации бывают различные. Может быть, и есть ситуации, когда действительно есть необходимость понизить, ну, как бы, все это надо проанализировать, исходя из судебной практики складывающейся. Понимаете, так, чтобы сказать, вот, дети жестокие, и надо сразу же с 16 лет понизить до 14 лет эту уголовную деятельность, ну, категорично я так сказать не могу. А как вы считаете, вот, сейчас рост идет этих преступлений или, то есть есть динамика, то есть какая-то по этому виду преступлений? То есть 10 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад больше их было или нет? Есть такая в МВД статистика, интересно? Ну, сейчас, как бы, на данном случае, я такой статистикой не располагаю, потому что это надо дополнительно посмотреть, были ли у нас статистические формы? Я почему это спросил? Потому что люди живут в разных условиях, да, уровень жизни все-таки, ну, был выше, стал ниже. То есть как это вот влияет на количество преступлений, они более жестокие и становятся дерзкими как-то. И потом, Олег Александрович, сама же спальница статьи 245, она же у нас два года назад изменилась, и, как бы, насколько... Да, у вас? Да, сгодом. Вот, и здесь насколько категорично говорить, можно ли, насколько это будет корректно сравнивать тот период времени по той статистики с тем, который сейчас нарабатывается. Да, сейчас нарабатывается опыт, может быть, он недостаточный, но, тем не менее, вот, у нас даже в плане недознания, мы с цельными регионами-то общаемся, у них, в принципе, и проблематики нет при расследовании этих уголовных дел. И даже никто не высказывался. Да, Настя, пожалуйста. Олег Александрович, вот вы тему сейчас затронули с детьми, и есть еще один аспект, о котором мы сегодня не сказали, это сеть ВКонтакте, где огромное количество детей-живодеров, у них закрытые группы, и, кстати, мы направляли аналитическую справку ВВД в прокуратуру, и многому аналитическую справку ВВД. Вы уж простите, мы вас критикуем, но как бы без этого невозможно, хотя в этом году мы награждали сотрудников полиции за то, что они расследовали преступление, но это редко бывает. Так вот, детские вот эти группы, которые в ВКонтакте закрытые, и часть детей, которые там сидят, подростков, они сидели в группах по синим китам. И есть реальные пересечения, мы эти все схемы рисовали и отправляли, пересечения, что они сидят и в синих китах, и сидят в этих живодерских группах. И более того, там взрослые люди-администраторы, которые просят детей-подростков, когда ты входишь в эту группу, предоставить им уникальный контент, который они проверяют. Ты должен сделать задание, снять видео, туда выложить, они проверяют, и тогда ты становишься участником этой группы. И там огромное количество подростков, и об этом никто не думает. А аналитическая справка ушла еще в январе, и она потерялась где-то. Никто не следит за это. Ну, некогда. Вот это к тому, что это у нас сеть ВКонтакте, и мы, кстати, против того, чтобы, вот Бурматов Владимир Владимирович предложил ваш коллега, сначала блокировать, и забывать, не блокировать, надо выявлять, а потом блокировать, наоборот. Хорошо. Пожалуйста, вопрос. Планируется ли у вас... Здравствуйте, меня зовут Ольга Ваконда, я волонтер за защитной организацией ВИТО. Хотела бы вас спросить, планируется ли создание профильной структуры государственного надзора по осуществлению закона об ответственном обращении с животными, которое прописано как раз в законе об ответственном обращении с животными. Эта структура могла бы как раз заниматься всеми преступлениями, связанными с животными, раз прокуратура и полиция не могут это делать. То есть люди бы сразу писали бы в этот госнадзор, и госнадзор уже бы работал конкретно с полицией. Вот. И второй вопрос по поводу... 245 статьи второй части. Я вот писала по поводу видеопередачи Тимофея Баженова «Так устроен мир». Там, в общем, было такое жестокое обращение с животными. Вот теленка пробивает горло, цедит из него кровь. Тимофей Баженов эту кровь пьет. В Роскомнадзоре мне написали, что не нашли никакого жестокого обращения с животными. Но эта передача находится в открытом доступе. То есть люди могут... Дети могут смотреть все это без купюр совершенно. Но это ярко выраженная передача. Но еще есть очень много... Там, например, как разделывают бобра, например, или там еще... Ну, такие очень жестокие видео. И это все могут видеть дети. И как бы это ни убирается, никаких купер, ничего нет. Как вот со второй части. 245 статьи. И опять же, в законе об ответственном обращении с животными тоже есть с видеоконтентом там. Спасибо. Белгородское региональное общество защиты животных. И я хочу сказать, наверное, Белгородская область все-таки в подавляющем большинстве область живодерская в натуре. Потому что огнестрельное... Там убийство огнестрельное... Применение огнестрельного оружия, применение лука, арбалета, как под движущимся мишенем собакам. Это уже... А только летом был принят закон, разрешающий использование арбалета в луках. Все, у нас они уже применяются. У нас дети, например, на камеру, я говорю о том, что зафиксировано, и о том, о чем писалась прокуратура, правоохранительные органы. Значит, дети выкапывали яму глубокую, в которой просто камера была на доме. И на эту камеру они закапывали кошку глубоко, живую. То есть, понятное дело, что там один из этих детей был из неблагоприятной семьи. То есть, конечно, правоохранительные органы плюс отделы по работе с несовершеннолетними детьми должны обязательно быть тоже осведомлены и должны заниматься этой темой. Жестокое вращение и влияние детей, и участие детей в этом. На что участковый сказал, что ну это же дети, ну как можно, ну это же дети. Понимаете, вот у нас мы очень много работаем с правоохранительными органами, с прокуратурой. Наши организации существуют с шестого года. Мы два раза привели убойную контору в суд. Было запрещено использование там курореподобных. Потом, значит, запрещена деятельность, у них не было пункта передержки, но они продолжают работать. Значит, это организация, которая работает не только в Белгородской области. В Белгородской области мне дали ответ, я делала запрос на губернатора, какое количество организаций работает на отлов. Значит, это порядка десяти контор, и они все убойные. И причем они гастролируют по всей европейской части России. Как раз сидит вот Катя Жильникова, Лена Блинникова, наши из Белгородской области организации работают на их территории. У людей в штате пять человек, 71 контракт на этот год, 18 там с лишним миллионов, значит, у них контракты, и, значит, легковые машины. То есть вопрос в том, что они, конечно, они нецелевым образом и нарушают там контракты, все, вот законодательство в отношении там 44 ФЗ. Но дело в том, что они ставят нас с вами, жителей, в очень опасную ситуацию в отношении бешенства. Они перевозят трупы, они работают без всяких, без лицензий фармацевтических, они работают без, вообще, не соблюдая никаких санитарно-эпидемиологических норм. То есть тут сплошное нарушение. Плюс, значит, десять таких контор, которые вот гастролируют по европейской части России. У нас Белгородская область первая по бешенству, там Московская, Калужская, где ситуация, ну, там тоже есть то же самое, они в лидерах по бешенству. И это напрямую связано как раз с нарушением работы вот этих организаций, которые занимаются отловом, потому что отлов входит в комплекс мер по борьбе с бешенством. То есть тут не просто преступление, скажем, в отношении там животных, жестокое обращение и так далее. Это, да, тут еще преступление в отношении людей. Значит, а то, что у нас на территории Белгородской области из-за неазид на камеру, школьную камеру было снято, как женщина давала, кормила животных, животные умирали. Там, ну, все, у нас просто неопровержимые факты, и все это было отправлено в правоохранительные органы, заявления, прокуратуры. Но, например, ни одного из этих дел не было возбуждено, то есть все время отказы. И когда мы делали запрос, например, на губернатора, какое количество там, там, фактов жестокого обращения в Белгородской области, был ответ, у нас нет, у нас в нашей области жестокого обращения с животными. У меня папки документов, это и суды, это и заявления по всем фактам, которые мы знаем, но мы все время получаем отказы. Самое низшее звено, это участковые, они говорят, вы нам надоели, мы сразу знаете, что мы не будем заниматься, придет отказ. Ну, короче говоря, они не приезжают, нам приходится через телефон доверия вызывать на место оперативные группы. Мы, естественно, за свой счет всегда проводим экспертизы. Мы уже начали заставлять их даже субмедэкспертизы делать, трупов животных, у которых мы не можем выявить. Вот лаборатория наша межобластная, ветеринарная, они не могут выявлять препараты, вот эти отравляющие вещества, которыми убиты животные, потому что у них элементарно нет наборов, мы не знаем, куда с этим вообще обращаться. То есть получается, что у нас в области просто тупик. Вот сейчас у нас серьезное такое заявление, сейчас мне отписываются все прокуратуры и МВД области, но я понимаю, что это ни о чем. Мы готовим мощное вообще заявление с вот кучей, вот флешка у меня тут, на которой к этому заявлению материалы, там и видео, там все. И, я не знаю, они не помещаются, мы через электронную приемную никогда не можем отправить приложение, потому что у нас их огромное количество. Хорошо, завершайте. Жестокое обращение с животными. Разные огнестрельные, там, отравления, все что угодно. Вот таким образом поработать в Белгородской области, чтобы правоохранительным органам, чтобы... Хорошо, это особо, Белгородская область, я понял. Друзья, да, я просто что, значит, вот тут тоже поступило обращение по Дмитровскому району, деревне Овсяниково, жестокое обращение с животными, я не буду тут этот кошмар зачитывать, обращение Ахаджиева, Алишера, там еще... Я направлю... Где? Я здесь. Я направлю сегодня, значит, обращение, чайки и Бостритину... Я бы хотел бы полицейским вопрос задать просто, да? Да, вопрос, вы хотели вопрос задать? Я прошу несколько вопросов, у нас просят еще вот три человека буквально, которые тоже представляют дальние регионы, которые специально вот уехали, это Киров, это Сургут, Владимир, вот мы им дадим и будем выходить на все-таки рекомендацию, в которую мы договорились, идет стенограмма, у нас посидят люди, расшифруют и включат вот те здравые предложения, которые звучали. Значит, пожалуйста, ваш вопрос... Я прошу тишины, друзья, давайте тишины. У меня вопрос к полицейским, зовут меня Алишер. Прежде всего, хочу вас поздравить с прошедшим праздником. 10 ноября у вас был праздник. Я надолго запомнил этот день. 9 числа на участке моего дома, огороженного участка, были умершлены собаки, тибетский мастиф и акиту ину. Это участок был огорожен. Мы знаем, кто был подозреваемый. Я 10 числа к вам, то есть в отдел Дмитровского района пришел, обратился, ну меня проморозили, потому что я пришел в 7 утра, а у них пересменка, меня проморозили до 10 утра. Приняли заявление кое-как, да? После этого оперативно-следственная группа, либо следственно-оперативная группа не выехала. Я еле-еле уговорил участкового, чтобы он поехал со мной, сделал осмотр. Осмотр он мне сделал, ну, как бы, с моей точки зрения, непрофессионально. Потом я начал его уговаривать задержать подозреваемого, которого я знаю, чтобы он не скрыл следы. Он тоже отказался, говорит, что у него есть кража. Он уехал в другое место, я поехал с ППСниками его задерживать. Когда мы его, ну, как бы, обнаружили, все, он отказывался ехать. ППСники боятся его задержать, хотя он является иностранным гражданином, мигрантом со Средней Азии, да? Почему? Потому что там, где он работает садовником, тот является адвокатом, он, как бы, вышел и ему объяснил полицейским. Мы еле-еле уговорили, чтобы поехали взять у него объяснительную. А меня потом не пустили в отдел, сказали, мы все у тебя, все взяли. Ну, все объяснители, все заявления. Дальше мы сами с ним будем работать. Я отъехал, стоял около отдела, через 15 минут они его выпустили, все. И, как бы, я участковому звоню, но они говорят, ждите. А чего мне ждать? Вы можете мне помочь в этом именно конкретном случае? Я понимаю, здесь общероссийские проблемы. Вот я вам конкретно говорю, что следственная оперативная или оперативная следственная... Я, Алишер, я еще раз подчеркиваю, вот ваше обращение, по нему я направлю. Правительственной телеграммой, это, значит, придет там сегодня вечером, да? Вот, направлю, и я думаю, что будет проведено расследование. Давайте все-таки что? Значит, я Собянина Марина Игоревна, город Владимир. Но я прошу коротко, именно по сути, что в рекомендацию, или вопрос к специалистам, к экспертам, или что в рекомендацию, а лучше конкретно, пожалуйста. Здравствуйте, да, Собянина Марина Игоревна, город Владимир. Я, наверное, скажу в общем о ситуации, да, у нас в области, а Алена потом с конкретным делом к вам обратиться тоже спросит. Можно? Прям вот две секунды. Ну, коротко, да, потому что все эти факты, они, конечно, бесчисленные, мы их видим, знаем. Да, у нас большая острая проблема стоит как раз тоже с отловом. В Тульской области был такой ИП Стариков, который, значит, отлавливало животных, в поле у него стояло, значит, огороженное, ну, типа вольер, там не будок ничего не было, стояло, значит, две печки у него там стояли, железные, ну, как они называются, я не знаю. Вот, в общем, что он делал? Он оглушал собак, закидывал их полуживыми еще в эту, значит, печку. Вот, писали там тульские защитники, все такое, причем здесь Владимир, при том, что в Туле его, значит, запретили, как-то там его ограничили, значит, в отлове, и он приехал к нам во Владимирскую область, в Гусь-Крустальный район, также построил опять в поле, в чистом, свою ограду, поставил эти печки, продолжает работать. То есть, да, действительно, они кочуют из одного региона в другой, им главное заработать. Отлов в Лакинске и в Собинке, который происходит в Камешково, они в открытую, прямо вот в администрации, когда мы собираемся, они нам говорят, при представителях администрации, ну, дорогие друзья, закон не вступил в силу, мы убивали, мы будем убивать, вы нам ничего не сделаете. И там отловщики такие, как из 90-х, знаете, сидят там, хамят и так далее. То есть, вот нужно что-то с отловщиками все-таки делать. Вот, а теперь сейчас вот по одному случаю. Можно буквально вот минуту? Просто случаев очень много, но вот этот случай, вот с 28 февраля мы его как бы ведем, то есть у нас уже 6 отказов было. Нас мужчина расстрелял на строительном объекте, охранял собака, ее щенок, строительный объект. Мужчина из незарегистрированного огнестрельного оружия расстрелял собаку и щенка. Мужчина свою вину признал, собственно, дал признательные показания. Полиция дело не возбудила. Ну, и, соответственно, все доказательства, все экспертизы мы делали сами. Первый отказ мы получили, нам полиция сказала, что... Дело в том, что эксперту не были поставлены вопросы необходимые. То есть эксперту не указал, мгновенно была убита собака или она мучилась. То есть мы поговорили с экспертом, она сказала, по характеру травм собака мучилась, она умерла не мгновенно, то есть состав тут есть. На что нам правоохранители сказали, то есть у нас нет как бы этой записи, мы даем отказ. Дальше у нас отказы были, что он защищался, то есть он говорит, что неоднократно нападала на него эта собака. Почему в материалах дела нет ни одного доказательства о том, что она нападала, то есть ни каких-то фотофиксаций, порванной одежды, медицинских освидетельств, у нее ничего этого нет. Вот, то есть тоже тут под вопросом. Да, собака была стерилизована за счет волонтеров, то есть все документы у нас есть. Дальше следствие постоянно ссылается на статью старой редакции до декабря 2017 года. Постоянно, вот 6 отказов, везде эта статья старой редакции. Мы неоднократно это понимали, этот вопрос, то есть, ну, как бы нет. Я не знаю, это и прокуратуру тоже мы писали, везде старая редакция. Ну, вот в таком вопросе, конечно, обращаться в прокуратуру надо, насколько я понимаю. Прокуратура также отвечает, по старой редакции всем. И прокуратура. Конечно. Это регион, какой регион? Владимир. Владимир. Вот, то есть они, ну, вот старые поправки, вот к старому закону всех, где там несовершеннолетнее лицо должно участвовать в этих эпизодах. То есть, как бы, вот. Причем прокуратура спускает опять вниз, полиция опять напишет отказ в возбуждении уголовного дела. Опять обращаемся в прокуратуру, прокуратура опять опускает вниз, и опять нам отказ. И хотя есть видео с камеры, как он привязывает собаку. Как может такое быть? Вот вы как, спасибо. За машину. А такое же, что объявление было совершено в тот период, когда действовала старая редакция статьи? Нет, нет, это февраль 2019 года. Ну, вот смотрите, у нас, в принципе, детально проработанная инструкция, которая регламентирует рассмотрение обращений. И любое решение любого должностного лица, вот, например, у нас в прокуратуре, вы можете обжаловать вышестоящему должностному лицу, либо в суд. И, в принципе, там, в этой инструкции и вообще в законе даже о рассмотрении обращений граждан, все это прописано, что вы имеете право на обжалование. Мы сейчас, извините, перебью, обжаловали одного участкового, обжаловали решение, что он написал, вот, на старую редакцию ссылается, потом у нас поменяли участкового, мы опять в прокуратуру обжаливали на решение об отказе на второго участкового. То есть у нас, как бы, ну, сотрудники меняются, но один и тот же текст они нам присылают в отказах. А события после 20 декабря? Конечно, да, в этом году, в этом году это все произошло. Еще у меня вопрос такой, дело в том, что каждый специалист, с которым мы общались, почему-то трактует вот эту статью 245-ю о жестоком обращении по-своему. Мы не понимаем, где истина, и, как бы, они тоже, судя по всему, не понимают. Одни считают, что это не было жестокое обращение, что, как бы, ну, другие... Нерабочая статья. Нерабочая статья. Нету комментариев к ней? Да, у нас пока еще вот этот закон в новой редакции статья, она действует не так уж долго. Это, получается, конец 17-го. Она и в новой нерабочей. Пока какой-то судебной практики нет. Я имею в виду такую, чтобы ее можно было проанализировать, сравнить с предыдущей, например, сравнить с тем, что было и стало сейчас. Поэтому, ну, все-таки, говорить сейчас вот именно о сложившейся практике, я думаю, что все-таки рано. Вот именно по вот этой редакции статьи. Нет, а сейчас что-то... Сейчас вам нужно планомерно обжаловать, то есть каждое решение должностного лица вы имеете право обжаловать. Установлено порядок. Обжалуем, обжалуем, у нас шесть отказов уже. Я прошу прощения, а вы проанализируете не практику, вы проанализируете отказы, которые мы получаем. Мы получаем отказы, в том числе от прокуратуры, которая смотрит, но мы пишем, старая редакция статьи. А нам прокуратура пишет, не удовлетворяем вашу жалобу, все хорошо, участковый молодец. Вот вы нам объясняете это. Участковый, надзирающий прокурор, их решения и их действия тоже можно... Мы 59-й ФСЗ наизусть знаем. Да, вы же их обжалуете. Конечно, мы так этим и занимаемся. Когда вам дают ответ прокурор региона, его ответ вы тоже можете обжаловать и обжаловать ее в Генеральную прокуратуру. Вы проанализируете отказы, которые мы получаем. Мы даже если обжалуем Генеральную прокуратуру, та спустит ниже, та спустит ниже и дойдет к участковому. Если вам прокурор региона не отказал, если он ваши доводы рассмотрел, вернее, и отказался, нашел, что они не подлежат удовлетворению, то, естественно, такая жалоба может быть принята к производству в Генеральной прокуратуре. Уже с изучением материалов. Здесь, если конкретно вы мне вот этот документ говорите, что здесь указано, что в целях оперативного разрешения затронутых вопросов направлен прокурор Орловской области. Значит, в данном случае прокурор Орловской области свое мнение по этому вопросу еще не высказал. А вопрос по-другому. Позвольте, Олег Александрович. Завершайте. Пожалуйста. Да, извините, пожалуйста. Фонд защиты китов. Мы по ситуации с китовыми тюрьмами на Дальнем Востоке рассмотрели, ну, собственно, сам закон. И вот наши рекомендации, они частично совпадают, то, что вот Шамардин дал, да, это по поводу жестокого обращения, что привело и может привести к гибели, включая стезания, жажда, побои. Потому что вот ситуация с отпуском китов, освобождением китов вне зон их обычной ареала, так сказать, жизни приводит к их гибели. Там нет рыбы, там нет возможности питаться. Это, собственно, на самом деле жестокое обращение с животными в чистом виде. Вот буквально на днях отпустили 50 белух, там, где они не могут жить. И белухи вне ареала, молодые. Никто не учит их там охоте, они не знают, какую рыбу можно и как ловить. Они просто однозначно погибнут. И вот в связи с этим мы предлагаем ввести в 245 статью юридических лиц, которые должны нести ответственность за неисполнение этого закона. Должностных лиц... Я извиняюсь, а должностных лиц это, ну, директор ООО, а уголовной ответственности у юридического лица не может быть. У нас по-другим есть... Ноложить штрафные санкции на юридическое лицо в том числе. А вот им идет речь. Да, да, да. Потому что вот сейчас, например, ситуация с выпуском этих белух в НИРО, институт, который занимается их отпуском, практически никем не контролируется. Вот, например, для Генеральной прокуратуры это как раз дело о том, как оставлено 50 ценных животных в беспомощном состоянии. Потому что они, например, пить не могут воду морскую, они ее потребляют вместе с рыбой. Если 50 этих маленьких, то, ну, практически детеныши, их оставляют вне мест их обитания, это просто смерть. Либо их выловит там северокорейские браконьеры, которых там очень много, как мы недавно узнали, да. Вот это просто в обязательном порядке. Именно оставление в беспомощном положении и должностные лица, юридические лица должны нести за это ответственность. Наши предложения такие. Хорошо. Я еще слово предоставлю Чуеву Ирине Анатольевне. Это вы, да? Да, Белгородская область, старая школа. И мы с вами выходим на резолюцию, подведем итог. А можно две секунды? Секундочку, я ваше время не займу. Я бы хотела поднять вопрос о делин-детелин. То есть на улицах наших городов стреляют курары подобным веществом. Вы все знаете, муниципальный отлов убивает. То есть может попасть ребенок, может попасть человек под это. У нас есть видео, где мы предполагаем, что чуть не попали в женщину. Это очень опасно. От полиции у нас приходит, то есть нет жестокого обращения. Собака убита, убита дротиком. Это не жестокое обращение. Вот я прошу обратить на этот вопрос внимание. Хорошо. Здесь тем более поступила из Курска записка, что просим запретить продажу изониазида. Правильно? Без рецепта. Противотуберкулезный препарат. Противотуберкулезный препарат. В нашем городе очень периодически травят животных. Попадаются и домашние животные, и бездомные. И ничего сделать не могут. Даже мгновенная доставка в ветклинику. Только Б6, если кто успел укалывать, то все. Этот препарат свободно продается без рецепта. Он для людей, которые страдают туберкулезом, их можно свободно его купить. Поэтому здравоохранение, наверное, как-то... Вот последняя девушка, да, которую... Давно поднимаю. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Виктория Ваганова. Я руководитель общественной организации Творческого объединения цирковых коллективов. Я сначала задам первый вопрос. Я понимаю очень многих реакций, но я с правовой точки зрения, я сама действующий юрист, я кандидат юридических наук. Поэтому я не вступаю в перепалки и так далее. Первое, что я хотела бы попросить, наверное, больше будет так, всех правозащитников в отношении животных. Но как-то расположите информацию. Вы знаете, не все артисты являются живодерами. И проблема заключается в следующем. Огромное количество артистов обращается именно ко мне за помощью. И я не знаю, что им ответить. Вот я, например, захожу на сайт ВИТО. Очень известная организация, по крайней мере, то, что слышала я. Да, это не мое поле деятельности, тем не менее. Однако я ни одному артисту не смогла ответить, куда обращаться. На сайте официальном ВИТО телефоны недействительные. А электронная почта я отправила обращение, о жестоком обращении с животными в цирках. Никаких ответов. Куда обращаться? Кому идти? Где телефоны? Где мне вас всех искать? Это первый момент. Не отвечает. Я могу предоставить все доказательства с юридической, да, если в этом есть такая необходимость. Однако я ни одного ответа не получила. Я неоднократно отправляла обращение. Я сейчас приведу конкретные случаи. И действительно, вот в этом случае сами артисты, они боятся об этом сказать. Я извиняюсь, у вас какие предложения в рекомендации? Я сейчас озвучу конкретные предложения. Я сейчас скажу и озвучу. Или вопрос ведомством, да. И конкретно по 245-й статье, конкретно с предложением. Вот сейчас наступает зима. И, безусловно, у меня вопрос в качестве надзора представителей прокуратуры. Вот смотрите, ежегодно есть самая большая компания, она в мире самая большая, это компания Росгуссырк, это федеральное казенное предприятие. Это не шарашки на конторы, это все-таки федеральное казенное предприятие. Теперь смотрите, что мы имеем на самом деле. Никакой ответственности. Вот ежегодно, впереди декабрь, из города в город отправляют хищных животных, разных животных. Что происходит? Например, в прошлом году при перевозке перевернулась фура, значит, нанимают транспортную компанию. А пьяные водители, непонятные фуры в разрушенном состоянии, как это происходит? Экономия денежных средств, государственных средств, хотя за государственные средства уж можно было бы себе позволить. Нет, нельзя, потому что экономят на всем, потому что не буду объяснять почему. Что, какие последствия? Последствия следующие. Фура с тиграми на пути в Уфу в декабре месяце переворачивается. Трое суток эта фура валяется на трассе вместе с тиграми. Пьяные водители сбежали. Кто у нас привлекается к ответственности вопрос к надзорной инстанции? Никто. Какие мои предложения? И почему я утверждаю, а я не предлагаю здесь, а я утверждаю, в действительности правозащитникам в установленной части, конечно, трудно работать. Я больше скажу, да невозможно при такой правовой коллизии, потому что фактически у нас нет закона, по которому можно было бы привлечь к ответственности. На примере компании Росгосцирк. Вы считаете этот случай единичный? Вот пользуясь сейчас региональным совещанием, да это каждый год. Вы сейчас приедете, проконтролируйте, я вас убудительно прошу. Артисты боятся это выносить. Почему? Потому что они напуганы, не считают о том, что где-то зоозащитники иногда используют, да, и иногда переворачивают ситуацию. Но на самом деле, если правда и неправда, это разные случаи. Я говорю о конкретном, о котором они боятся сказать и боятся, потому что боятся, что перевернут информацию. А это проблема. И эта проблема, ее решить без вас и без конкретно внесения изменений в законодательство невозможно. Потому что что для этого необходимо? Для того, чтобы в цирках не было жестокого обращения животных. Первое. Не просто, знаете ли, говорить о том, что артисты-дрессировщики. Что может сделать в данной ситуации артист? Да ничего, он работает за зарплату. Его зарплата, на самом деле, чтобы вы понимали, в подавляющем большинстве 22 тысячи рублей. А у руководителя компании Росгусцирка 800 тысяч рублей. Кто командует транспортной логистикой в компании? Безусловно, региональный директор цирка, который находится в прямом подчинении у генерального директора. Кто все эти лица? Вот сегодня пришел новый генеральный директор, которого назначили за программу, за создание симпатичного стаканчика. Это все в интернете можете посмотреть, я ни капли не лукавлю, ни капли не преувеличиваю обстоятельства дела. К чему я это говорю? О том, чтобы руководство компании сегодня стоят не профессионалы. Это люди, которые вчера торговали на базаре молоком, а сегодня, простите, руководят такими организациями, такой компании. Это люди, которые вообще ничего не понимают, все, что связано с животными. И какие-то должны быть технически созданы условия для безопасности. То есть полнейшее непонимание. То есть происходит, мы нанимаем Васю, потому что Васе мы заплатим меньше, Вася нам подаст разваленную фуру, а ответственности у нас никто не несет. Кто понес в результате ответственность? А понес пьяный водитель, которого лишили прав, и который оставил место ДТП. Правильно. А я считаю, с юридической точки зрения, с правовой точки зрения, что в данной ситуации как раз-таки должны солидарно нести ответственность. Как руководитель данного филиала, в том числе генеральный директор. Потому что при получении таких зарплат, знаете ли, чтобы кресло красным и нарядным не казалось, чтобы они несли ответственность. И не просто ответственность денежную. Вот я прочитала эту статью, готовясь, когда вчера пригласили. Послушайте, ну это просто смешно. Ну что такое 80 тысяч рублей? Для руководителя, который получает 800 тысяч. А какие дальнейшие, простите, действия? Да никаких. А я считаю следующее. Недостаточно административной ответственности. Недостаточно, простите, уголовной ответственности. Уголовная ответственность это вообще обязательно. Но плюс к этому обязательно вплоть до дисквалификации. До трех лет. И я считаю, это нужно вводить не только для государственных, но в том числе для всех юридических лиц. Потому что только такие меры могут создать благоприятные условия и вообще принести какие-то результаты. А все остальное это обсуждение бесконечное. И все эти проблемы, их действительно много. Я привела конкретный случай. И вот сейчас вы приедете во все свои регионы. Я убедительно вас прошу, проконтролируйте. А вместе с тем я убедительно также вас прошу, доведите до сведения информацию, чтобы артисты не ко мне шли, чтобы они пришли к вам за помощью. Им также нужна помощь. Потому что генеральный директор, если к нему обратиться за помощью и сказать, да наши животные погибают. Вы знаете, у нас есть одно предложение, рекомендация, я думаю, от большинства представителей круглого стола. Чтобы это все не происходило, достаточно просто запретить цирки с животными и весь этот беспредел с животными закончить. Понимаете, ну тогда вот слушая вас сегодня, понимаете, это из крайности в крайность. Вот я вас сегодня послушала, я также могу заключить и сказать, а зачем нам тогда МВД? А зачем нам нужна прокуратура? Вот у нас есть Госдума, по большому счету, и президент. Потому что больше никто никаких проблем не решает. Потому что в действительности я прекрасно понимаю каждого зоозащитника, я сама общественный деятель. И я знаю, как работает система. Это знаете, когда вот прямо предусмотрено законом, у вас больше проблемы, чем у меня, да? У вас закона нет. У вас еще, простите, опущу некоторые слова не в обиду кому-либо. А у вас вообще просто правовая коллизия. У вас совсем проблема. У меня с моей ситуацией, да, что касается трудового законодательства и других юридических вопросов, у меня есть закон. И у меня есть инструмент, чем пользоваться. Но, вы знаете, что происходит? Я прекрасно вас понимаю. Когда есть закон, и ты пишешь о том, что, господа, вот такая-то статья, она нарушена. В нарушении таких-то действий, да? Да? Просим там то-то, то-то, то-то. Приходит письмо из МВД. Ваше обращение принято, направлено к рассмотрению. И тишина. Генеральная прокуратура на пятое письмо они вообще блокируют. Все, невозможно им отправить. То есть, если человек с одной и той же фамилией, если общественная организация направили пять обращений, они блокируют. Вот это внутренние рекомендации. Это то, что вы, кстати, просите. Памятки. И вот эти рекомендации, так вот эти внутренние рекомендации для работы, на самом деле, вы не то просите. Просить надо конкретику. И просить надо внести на законодательном уровне через Госдуму внесение изменений в закон. И нужно это сформулировать. А не говорить действительно огульно. И не говорить о том, что можно, а что вы можете нам дать. Сделать нужно конкретное предложение. Вот я конкретно говорю о том. Дальше. Вот этот закон, который с 1 января 2020 года. Смотрите. В отношении цирка, ну не только цирка и зоопарков, значит, вы с ней внесли такую поправку, да, запрет контактных цирков. И этим ограничивается. А почему? А почему разрешается вообще? Вот очень много я видела видеосюжетов, которые просто поразили меня до глубины души. Почему в дельфинарии это можно перевозить? Да невозможно там создать условия. Это нереально. Нереально. Это нужно запретить. Дальше. Да подождите. Да и в цирках нереально создать условия для нормального проживания животных. Это тоже надо запретить. И это тоже будет запрещено. И в цирках в том числе. Абсолютно согласна. Просто вы немножко сейчас уводите нас в другую сторону. Нет, нет, нет. У нас уже заканчивается время. Я хотел бы уже как-то поподытожить. Еще один вопрос. И очень коротко. И завершайте. Да, и завершаю. Это то, что ввели. Это то, о чем идет речь. И про лицензии теперь. Которые новые в новом законе. Вот я уже тоже хочу сказать. Уже правовая коллизия. Я не знаю, кто из цирковых это подал. И по сути я предполагаю, что защищая себя, тем самым отвлечь от себя правозащитников в области животных. И тем самым вроде как бы решили вопрос. На самом деле я вам хочу сказать, что создали еще одну коррупционную ячейку. Согласны? Смотрите, теперь. Что происходит сегодня? Цирки не готовы к исполнению этого закона. Я вам больше скажу. Они не смогут этого сделать. Но самое страшное, когда вводятся вот эти лицензии и ограничения. Теперь что они выдумывают? Вы считаете, что они выдумывают о том, как вот теперь исполнять закон? Нет. Как его обойти? Теперь при Министерстве культуры создается какая-то некая комиссия. Какие-то группки. Которые будут рекомендовать и решать. То есть студент студенту. Будут рекомендовать и решать, кому выдать лицензию. А я еще раз повторюсь. В цирке не стоит вопрос, кто тут профессионал, а кто не профессионал. Цирк делится на две части. Свой и враг. Все. И среднего не дано. А теперь объясните мне. Поссорились два артиста. Два народных артиста. Оба вроде как бы в цирке уважаемых человека. Но один из них вдруг становится врагом, а другой из них имеет большое влияние. Да как вы считаете, получит? А ведь тот может быть и лучший. Тот может быть действительно гуманнее обращаться с животными и так далее. Так вот он получит? Нет, конечно, не получит. Хорошо. А вот тот, который будет кидаться в арене табуретками и стрелять из пистолета, он будет ходить командовать и советовать. Спасибо. Вот таким образом. Что хочу сказать. Вы затронули отдельную такую подтему, может быть, которую стоит... Да не надо было затронуть. Да. Только кнопочку нажмите, а то фонит. Ага. Затронули серьезную, отдельную, можно сказать, подтему, связанную, конечно, с жестоким обращением. Есть точка зрения, что вообще животные в тигре, это уже, ну, плохо, так сказать, и в цирке. А где я сказал? Хорошо, что в дубе не сказал, да. Мне говорят. Вот. Это, значит, плохо. Есть позиция. Она поддерживается, конечно, большинством зоозащитников, 90%. Есть традиция русского цирка. Нельзя просто все сразу делать. Да, пожалуйста. Вот. Эта тема, она важна. Есть те, кто там хорошо относится, есть те, кто нехорошо. Это все понятно. Вот. Я думаю, что мы эти вопросы еще не раз обсудим отдельно. Вы в теме, и я тоже слышал. История то, что введены вот эти лицензии, которые там комитет предложил по экологии. Я проголосовал за это, хотя у меня были большие сомнения, потому что действительно, значит, получается тогда некая, значит, усмотренческая история, да. Да, одни там другим дают разрешение, те будут с животными, те не будут. И получается, кто-то на этом зарабатывает, кто-то не. Ну, в общем, это неправильно, на мой взгляд. Но, тем не менее, значит, что я хочу сказать. Вы понимаете, в чем дело? Вот я, какое у меня складывается впечатление, ощущение. Понимаете, вот в нашей стране, если ты молчишь по какой-то тематике, значит, там или власть, или там, может быть, ну, власть, считают, что все хорошо, что все довольны. Если мы ставим эти вопросы на уровне Государственной Думы, там, не знаю, в Совете Федерации, в общественной палате, на средствах, там, газет, на телевидении, значит, уже власть понимает, что, ну, есть проблемы, и они, их надо обсуждать, что надо совершенствовать законодательство, совершенствовать право применения, да, почему не работают и так далее, эти нормы. Вот. Ведь, понимаете, тоже сотрудники МВД, они правы в том числе, что команды нет, ну, вроде и не нужна там какая-то методическая база. Значит, соответственно, надо, что рекомендации наши круглого стола обязательно сейчас мы отражаем, да, я думаю, проголосуем, обращения направим. То есть, и, конечно, эти темы поднимать, широко поднимать, что есть проблема, нет никакой успокоенности, потому что, ну, факты вопиющие, так сказать, просто отовсюду. Поэтому, значит, еще раз подчеркиваю, шла стенограмма. Ничего, я думаю, упущено не будет. Я предлагаю, вот, роздана резолюция на руках у вас, коллеги, товарищи, роздана. Ну, готовили сами зоозащитники. Вот. Мне кажется, она по делу. Конечно, в ней многое еще не вошло, то, что вы говорили. Стоит включить, да. Вот. Поэтому давайте мы поручим нашему такому активу, давайте завершать все уже по выступлениям. Ну, я давайте завершать. Мне хочется сказать всего лишь пару слов, и я вам передам резолюцию. Вы просто подняли очень важную речь о том, что пока общество молчит, ничего не происходит. Как раз в связи с тем, что не работает 245-я статья, или проворохранительные органы отказываются возбуждать дела, здесь разные мнения присутствуют, общество начинает расти недовольство, и сейчас прошла большая акция, всероссийская, 50 городов приняли участие, это порядка 40 регионов. Была составлена резолюция по итогам этой акции, и у нас есть широкие предложения по поводу 245-й статьи. Я не буду их сейчас зачитывать, я передам их вам, но большинство наших предложений были здесь так или иначе озвучены другими людьми. Так что я вам передам, пожалуй, прошу ознакомиться с ней. Хорошо, я продолжу. Поэтому, значит, мы за основу, я предлагаю принять то, что на руках резолюцию, нет возражений, наши рекомендации. Рекомендации эти адресовать правительству, в частности, тем ведомствам, от которых зависит МВД, Следственному комитету, прокуратуре и правительству в целом. Государственной думе, комитету, вот представитель комитета у нас вначале был Бурматов, так, соответственно, потому что они профильные по этим вопросам. И за основу принять. Нет возражений? Давайте проголосуем. Кто за это? Кто за? Кто против? Кто воздержался? По-моему, 43 за, против нет, воздержавшихся нет. И, чтобы доработать, включить, окончательно эти приложения создать, небольшую рабочую группу, давайте посоветуемся, желающие подойдут, и мы доработаем и вывесим эту, значит, рекомендацию на интернет-сайтах, ресурсах, для широкого доступа. И подумаем с руководителями общественных организаций, у нас тут зооправы, есть альянс защиты животных, еще ряд организаций, как мы эту тему все-таки будем озвучивать дальше. Потому что, если будет молчание, ну что, я прошу тишины, будет молчание, ну, значит, все хорошо, получается, в кавычках. Ну что, на этом мы тогда будем завершать. Я хочу поблагодарить всех, кто приехал из регионов, у нас порядка 20 регионов были, многие выступили, вот, спасибо за неравнодушную позицию, будем вместе защищать животных и защищать, по сути, людей. Да, спасибо, спасибо. Только опубликуйте всю информацию о себе. Еще один нюанс. Те, кто приехал из регионов или с какими-то конкретными делами, пока здесь есть представители МВД и прокуратуры, передайте им свои материалы, чтобы они могли их более детально изучить и, может быть, взять под более строгий контроль. Спасибо. 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 Спасибо.